Смартфоны с 5G — полный отстой. Что значит хуки для Vue? Что нужно, чтобы знать JavaScript? Что нужно, чтобы погнали? Честно, вот разучился уже. Знаешь, вот на велосипеде нельзя, по идее, разучиться кататься. А вот вести подкасты, похоже, можно. Потому что... Ну, потому что это другое, это абсолютно, понимаешь, вот велосипед — это безинтеллектуальная такая какая-то штука. Ты просто сел, просто как бы придаёшь своим ногам вращение. А тут приходится вращение чему-то другому придавать постоянно. В подкасте в этом. И вот мы уже сколько, две или три недели придавали вращению. И теперь собрались, собрались. И с классными темками, я тебе скажу. В принципе, две недели, насколько я помню. То есть в феврале у нас такой получился, так сказать, не очень богатый на контент. Но это реально было две недели. То есть, в принципе, я надеюсь, мы никого не обидели этой задержкой. Вообще, в принципе, задержкой мало кого можно обидеть. Поэтому да. Представимся. Мы проект «Ювебдизайн». Подкаст называется «Суровый веб». Зовут меня Александр Гончаров. Да, и меня Никита Тарасович. Выпуск номер 195. Мы пишемся в ночь с 5 на 6 марта. Время без 10 час по Челябинску. Да. Кто нас сейчас смотрит в формате премьеры, особый привет, потому что мы любим формат премьеры. Я каждый раз там присутствую, что-нибудь пописываю в комментариях. Поэтому Никита тоже заходит. Я подсчитываю то, что ты пописываешь. Оу, е. Поэтому, в принципе, все круто. Да. А я, кстати, не сменил бойку на ту, которую я выдавил. Я это буду делать прямо в прямом эфире, почему бы и нет. Ну, то есть, я, конечно, это буду делать на втором мониторчике. Ну, не совсем, в скрытом прямом эфире. Да, то есть, вы увидите уже просто, когда сменится у меня говно. Его только патроны видят. Хороший обман, да. В принципе, потом... Это будет так же, как с Дедом Морозом. То есть, вроде бы, как бы его не существует, но об этом ты узнаешь уже после. И как бы да. Да. А перед тем, как вы послушаете вообще, что мы говорим здесь в нашем подкасте, просто запомните это и запишите себе на бумажечку куда-нибудь. worksobakaevobesign.ru Если вам вдруг понравится наш подкаст, или он вам уже нравится, или он перестал нравиться, но вы хотите какой-нибудь абсолютно бесполезной рекламой нам его загадить, то пишите на worksobakaevobesign.ru В принципе, полезное тоже подойдет. Не обязательно бесполезное, это как бы не является... Это не условие, так что да. Нет, нет. Скорее условие, чтобы вы просто написали на worksobakaevobesign.ru Мы вас любим, когда вы пишете. Первая тема. Засветились на скриншоте. А? За две недели-то засветились на скриншоте на одном. Максим В. Сиваконь. Максим В. или пятый. Максим пятый Сиваконь прокомментировал. Программист запустил дорогостоящий чат. Каждый символ обходится в цент. pikabu.story, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Сейчас зайдем. Угадайте. Кто засветился на скриншоте, спрашивает Максим. Пятый. И мы открываем. Тут в натуре на pikabu. Чувак. Разработчик ПО Марк Кельбург. Запустил проект Expensive Chat. В котором пользователи без ограничений могут общаться друг с другом. Однако каждый символ стоит цент. То есть за воскасание что, к примеру, придется платить пять центов. Потому что там пять символов. Сам Марк назвал проект социальным экспериментом. Ему интересно посмотреть, как будут себя вести люди, когда каждое слово на вес золота. Деньги разработчик не отправлял на какую-либо благотворительность. Сумма уходит в кошелек Марка. Естественно. Как, в принципе, и у другой социальной сети, где тоже все в кошелек Марка уходит. У площадки есть рейтинг, который возглавляют те пользователи, которые выложили наибольшую сумму. Спустя некоторое время чат завалили рекламными сообщениями, поэтому нормальное общение здесь не увидеть. Хотя, сейчас вы увидите, что там нормальное общение. Богатые и могущественные могут купить право сказать свое слово, как обычно, иронизируют пользователи. Однако, по словам Марка, причина запуска чата прозаична. Он искал способ подзаработать. И здесь, в натуре, на этом скриншоте, который приведен из того чата, который за бабки, пацаны какие-то не поскупились на 21 цент. Пацаны какие-то. Посмотри на ник пацана. Я вижу, я вижу, я вижу. Я хотел в конце раскрыть. А, ну ладно. Так вот, пацаны какие-то, в скобочках Костя Гончаров, который является нашим дорогим патроном. Он, в принципе, я так понимаю, не скупится ни на что. Но такое, знаешь, если бы он в стрипуху пришел, а стрипуха бы называлась его дизайн, он бы там все просоялся, он все бы там в трусы засунул, что мог. Вот. И здесь он 27 цент абсолютно написал «Пьем говна за его дизайн». Странно, что, кстати, русские, я имею в виду кириллица, русские не сдаются. Странно, что русские не сдаются. Странно, что русские символы, то есть кириллица, не дороже. И не по два символа за один, а то бывают такие вещи, знаете, когда печатаешь один символ, а его как за два считают. Было такое в Твиттере, я помню, по-моему, когда-то. Может быть, я вру. Мне тоже отложилось, что где-то это было, возможно, и в Твиттере. Да. И мы с тобой прекратили в нее играть, потому что там нельзя было по-русски писать. То есть русский есть? Да, да. Там не было такого. Ты именно прям не мог просто сказать, русский текст никакой, он просто не печатался. Да, кириллица не поддерживаются. Да, насрать было бы, если бы NPC-шники, так сказать, по-английски говорят. Это как бы не так страшно. Но мы именно, когда с Никитой играли, мы не могли между собой по-русски печататься, и это напрягало. То есть я не помню, мы как выходили из ситуации, то ли мы транслитом писали, то ли мы по звуку созванивались, то ли, может, просто по телефону, именно как по старинке на телефоне сидели и как бы кассеты Земфиры слушали по телефону. Переписывали. Вот, да. То есть тут я не знаю, как это, я уже не помню, как это было. Вот здесь мне это вспомнилось. Вот. И вообще Костя крутой. То есть он, в принципе, как-то бывает в нужном месте в нужное время. То есть это же ведь не подстроенное дерьмо. Это реально пикабушники. Ну, причем самое смешное, что автор поста на пикабу ВВ Путин 0.9. Не подставленное никогда. Абсолютно. Это не подставленное. В принципе, да. Это мне напоминает чат-рума из 90-х еще. Там тоже как раз, я помню, в модемном интернете еще мы сидели там. Там всякие были тоже чаты. Именно ты заходишь и пишешь, и оно появляется реально у всех. Но там это, естественно, было бесплатно. Ну, то есть там тоже как бы ты платил за каждую минуту модемного времени, но не в карман марку. А все-таки как бы там... Я, если честно, даже не знаю, как монетизировались эти чаты. Да какие монетизировались? Это было просто пруху в концепт в тот момент, я думаю. То есть это просто там люди тусили, и было прикольно. Там какая нахрен монетизация? Что, все ради денег, что ли, в этой жизни должно быть? Вот именно. Вот. У меня такой ряд таких ассоциаций возникло. И в принципе, это круто. А вообще знаешь, как эта тема сегодня попала к нам в подкаст? Ну-ка. Вот я просто шел сегодня на рынке, вот. И я хоп смотрю, меня меншнит в ее дизайн-чатике. И я такой думаю, блин, что там происходит, интересно. Обычно меня меншнит, когда что-то важное происходит. Захожу, и там Костя скидывает этот скриншот. И говорит, тут видишь, говорит, а вы подкасты не выпускаете. Типа мы тут вас хайпим и все такое, а люди зайдут, а у нас ближайший подкаст там три недели назад. Ну, как-то это не круто. Ну, согласен. И я их успокоил, их. Они, Костя. Что, в принципе, сегодня будет новый подкаст, и это круто. Поэтому, как бы, пусть не отчаиваются. И, в принципе, вот после этого уже нам на сайте предложили, что мы засветились на скриншотике. То есть, в принципе, такой... Ну, хорошо. То есть, получается, что наши слушатели и зрители, они еще и на пикабу сидят. Вот это уже не очень хорошо. Ну, в принципе, да. Ты имеешь в виду, что они же должны были увидеть, что мы засветились на скриншотике. Ну, это да. Там, конечно, сразу написали, что как можно улучшить этот чат, там всякое говно. Но это такое, в общем, странное. Даже не вижу смысла это обсуждать. Главное, что мы засветились на скриншоте. Да, да. Спасибо большое за новость, конечно. Пойдем дальше. Следующая тема. Это, между прочим, смартфон из 5G. Тема с хабра. Будем сейчас через нее пробираться, как... Хочется какую-нибудь такую, знаешь, руснянскую метафору. Типа какой-нибудь русский через поле на войне, там, по окопам. Потому что я, честно говоря, для меня это... Я себя чувствую немножко как в окопах в этой теме. Поэтому я буду с тобой консультироваться. А, соответственно, ты себя как немец чувствуешь в этих окопах. То есть, хорошо их знаешь, потому что сам копал. Не покупайте... Давай, попробуем. Да, не покупайте смартфоны 5G. Хотя бы в ближайшее время. Нам банда, значит, собственно, оставляет эту темку. Пишет, сам напоминаю, каждую темку. В 10.00 ровно. Прямо подгадал, чтобы у него это вышло. Писал прям, чтобы к 10 успеть. Значит, здесь вся статья. Я просто скажу, что для тех, кто не поймет наши с тобой баталии. Или мы будем жеваться, мямлить, там, или обращаться к Википедии каждую секунду. Для тех, кто не... Просто сейчас пока 5G лучше не покупать. В принципе. То есть, если вам маркетинговым ходом говорят, вот этот смартфон... Чувак, этот смартфон ты его должен взять, потому что в нем есть 5G. Новая технология, которая работает быстрее, чем 4G, соответственно. Ну, 5G, больше же цифры, правильно? То не ведитесь на это дерьмо. Все, вот это примерно такая... Итог такой. Преамбула, precondition. Вот. А сейчас будем разбирать, что дальше идет. Значит, Банданч пишет, что типа 5G это, в принципе, штука, которая много шумихи наделала, скажем так. Что вот, нихрена себе, новая технология вообще вот в скорости интернета, во всем. То есть, теперь с 5G мы заживем еще... То есть, мы можем хоть что делать с помощью мобильного интернета, уже скоро просто... Обычный интернет не нужен. Тьфу, он будет. Он не нужен будет абсолютно. Но есть 100 миллионов минусов в 5G сразу же. То есть, даже... Я сразу представил, как вот раньше были проблемы в деревнях, да? Ты уехал, и все, там 3G еле ловят, досвидос. А сейчас тебе бабки будут из деревень. Ну и что там, как дела с тем широкополосным домашним 330 мегабит в секунду? У меня на огороде 500. У меня 5G. Да, да. Вот. 5G это краткое обозначение технологий сотовых сетей следующего поколения, запускающихся в 2019. Значит, и здесь в чем прикол? Сегодня современные смартфоны работают на 4G LTE. LTE на частотах в промежутке от 450 МГц до 5,9 ГГц. Так вот. Переход на 5G будет включать улучшение существующей инфраструктуры LTE. Но определяющие характеристики 5G это добавление нового куска спектра в диапазоне от 24 ГГц до 90 ГГц. Вы можете видеть это на схемке. И там 5G это вот просто охрененный-охрененный диапазон. Просто там 4G, а он даже не слышал, не слышали про такое, потому что 5G это просто охренеть. Че? Индустрия договорилась назвать этот диапазон MMWave. Ну, миллиметровые волны. И они потребуют установки нового железа в телефон, нового оборудования на башне и больших изменений в схеме работы телефона и телефонной сети. Короче, то есть, сразу же первое понимается то, что как минимум 5G не будет ловить там, где нет на вышках этих хреновин. Как минимум. У вас в девайсе есть, а у вас на вышке в Биберево условном нету. В Челябинске. Вот. Короче, далее. Но, слушай дальше, это досвидосик. Важно. Мы привыкли, что эти обновления CTG сопровождаются убедительными презентациями о том, насколько лучше все станет после внедрения. Но переход к 5G MMWave нельзя назвать убедительным аргументом. Поскольку частота работы диапазона MMWave гораздо выше, чем у LTE. У него хватает недостатков. У диапазона меньше расстояния приема. Он хуже проникает сквозь препятствия по сравнению с LTE. Сигнал миллиметровой волны блокирует зданиями, деревьями блокируется. И даже рукой. Плохо работает во время дождя или тумана. А на уровне 60 ГГц сигнал поглощается кислородом. То есть, вторая сразу же проблема, которая будет тоже ниже описана, это то, что просто 5G пропадает. Тупо пропадает из-за руки. То есть, вот как были страдания с тем, что, вот помнишь, в айфоне то так хотели сделать, значит, антенну. То ее рукой зажмут, значит. То так. Давайте сделаем вокруг всего корпуса антенну. Сейчас в 5G будут другие вопросы. Как вообще так, чтобы добивало, пробивало? Потому что там даже уже рука, это просто будет суперсильное препятствие для сигнала. Ну вот, учитывая такое количество препятствий, которые необходимо преодолевать, MMWave кажется ужасным отрезком спектра для выставления на его основе мобильной сети. Пока вы не рассмотрите два ключевых момента. Увеличение частоты означает, что MMWave больше пропускная способность и малое время ожидания. Это все сработает как надо. И самое главное, это спектр свободен. То есть, никто его не юзает, потому что это сложная технология, говно, там все плохо. Все проваливается. Вот. Короче говоря, на самом деле, опять же, если не вдаваясь в подробности, это практически все. Ну, тут дальше пишут, на самом деле, что кроме этого, я уже своими словами скажу, что я понял. Значит, кроме этого, чтобы 5G-шку тебе в телефон вмонтировать, то есть, допустим, выходит новый iPhone с 5G. Или, допустим, там, ну ладно, не iPhone, а какая-нибудь китайская изначальная хрень. Они уже выходят, насколько я понимаю. Значит, чтобы у тебя 5G там работала, там куча железа, кроме просто модема, внутри, короче, у тебя куча разных железок. То есть, у тебя телефон, он сам по себе становится тяжелее, шире, там, больше, короче, по размеру. Потому что тупо 5G требует охрененного приема сигнала. Вот. Далее. Короче, кроме этого. Да, значит, это я сказал, это я сказал, сейчас я еще вспомню, что еще там было, кроме железок. Да, ну, естественно, это все будет очень энергопотребляемо, то есть, у тебя будет суперсильно, поначалу пока еще не отлаженная технология, из-за всего этого количества железа, из-за того, что у тебя проц, там, короче, там используется, все вот это, все думает. У тебя, короче, быстро аккумулятор садится, соответственно, соответственно. Вообще, места меньше на аккумулятор, только из-за того, что ты железок там понапихал, 5G-шных. Вот. Ну, я, естественно, напоминаю вам, что, опять же, пока 5G-шек нету ни на одной там из вам доступных, близких, каких-нибудь вышек, поэтому, скорее всего, там, опять же, начнется с Сочи, как 4G началось, и закончится, может быть, и там и закончится. Вот. Ну, вот, вкратце, примерно так. Не хочется мне... Сейчас я на Секу отойду, потом подмонтирую. Да-да-да. Вот, что бы я, по-моему, еще здесь сказал? Ну, да, по поводу железок я сказал, что их очень много. Это, конечно, страшно, страшно. Вот. Что еще? Большая скорость на 5G связана с возможностью, в первую очередь, поймать сигнал 5G. А пока что реализация этой технологии кажется кошмаром, поскольку 5G работает на более высоких частотах и гораздо хуже проникает сквозь препятствия по сравнению с 4G. Обновлением базовых станций дело не закончится. Снаружи зданий неэлегантным решением проблемы с дальностью работы и слабым проникновением 5G будет построить больше вышек. То есть, медленные переговоры по поводу прав на недвижимость и размещение выше. То есть, пока договориться, где поставить еще вышки. То есть, там должно быть именно увеличение количества вышек. Поэтому тут такое пока. Пока такое. Вот. Я, собственно, да, я тут. Да, ты тут, да. Ну, давай, у тебя что, есть какие-то мнения, что, может быть, ты посмотрел по 5G? Может, думал? Да, слушай, я просто вот смотрю, и вот все эти штуки именно с увеличением частоты и, соответственно, уменьшением длины волны, они достаточно очевидны. То есть, вот 5 ГГц-вая Wi-Fi, которая по сравнению с 2.4, которая там стандарта AC, вот, она уже через две комнаты очень плохо пробивает. Практически не пробивает. Несмотря на то, что в пределах одной комнаты она дает охренетительный сигнал. То есть, он очень скоростной, очень стабильный и так далее. Но только ты проходишь через два слоя бетона, как она тебе болт выписывает просто и все. Да, есть такое, замечено. Вот. Кстати, про 60 ГГц, такой стандарт Wi-Fi тоже уже есть, называется WGeek, YGeek. Вот. Ну, и у него те же самые проблемы. Она не пенетрирует стены. Вообще причем. Но зато она может там отражаться от стен нормально. И если ты с другой комнаты уходишь, то протокол автоматически снижается по частоте на другой канал, так сказать, переключается. И типа все работает достаточно стабильно. Опять же, типа. То есть, это стандарт, он там, если говорить про Wi-Fi, он там с 2009 года анонсирован, в 2019 будет опубликовано второе поколение, и может быть какое-то оборудование тоже появится. То есть, это что касается самой технологии. То есть, вполне очевидно, когда ты увеличиваешь частоту, ты можешь передавать больше информации, но уменьшается из-за этого длина волны, из-за этого она, ну, как бы не проходит. То есть, это как с радио. Это как с радио. Чем больше ты делаешь частотную модуляцию, то есть, FM наш сигнал, тем как бы оно у тебя только одной областью ограничивается, надо кучу вышек ставить, но зато у тебя более качественный звук по ней происходит. То есть, тут все как бы в рамках законов физики, к сожалению, происходит. А что касается именно чипов, это временное, я думаю, явление. То есть, это понятно, улучшат, сделают, короче, более их крутыми, это стопудово, это как бы просто дело времени. Это да, вот этот вопрос, он просто утрясется, и в какой-то момент у нас, опять же, это все чисто эволюционно произойдет, и на вышках 5G доставят модули. В любом случае, нужно же под что-то будет опять выделять какие-то бюджеты, осваивать их как-то и так далее. То же самое будет с телефонами, в рамках уже самого процесса это все будет, не будет никаких чипов модемов отдельно, отдельно антенных модулей и так далее, это все будет в рамках одного чипа. Вот, поэтому здесь как бы я бы никакой тревоги не бил, это все само докатится, вот. И у нас будет просто там, знаешь, потом дальше будет просто там Wi-Fi или просто там мобильная связь. А то, что она там уже сама будет даунгрейдиться 5G в поле, 4G в доме и 3G там в толчке, это уже как бы будет происходить. Даже у тебя, может быть, на панели, так сказать, состояние, это не будет писаться. Это надо будет еще куда-то зайти, чтобы понять, ты сейчас на 3G, на 4G или на 5G. Вот, поэтому это как бы, ну мы просто, мы в теме, держим наших слушателей, зрителей в теме вообще того, какие технологии бывают. Да, а то они все еще, наверное, думают, что на Edge надо сидеть. Смешно, на GPRS и на вапсайты заходить. Вообще, я просто еще слышал, я думал, это в этой теме тоже будет, там какая-то тема про безопасность была, что даже 4G, то есть LTE, как-то там очень легко взламывают до сих пор. Вот, что типа протоколы работы в этих сетях еще не отдебажены нормально. И там просто, и может быть, даже железные какие-то есть факапы. Ты знаешь, как до сих пор есть новости, приходит, что найдена уязвимость во всех версиях WinRAR. Нормально. Так что, кто его все еще использует, какого хрена? Хотя гипотетически он может использоваться там на миллиардах корпоративных компьютеров, там где-нибудь в поликлиниках, в каких-то компаниях, типа там IBM на старых компах. Я хрен знаю. Просто предполагаю. Поэтому, в принципе, это все, наверное, не обкатаны еще технологии, и в массу они пойдут не скоро, но в любом случае будет это все происходить. То есть это просто эволюция. Ну да, я вместе с нашей канцелярией посчитал, что почему бы нам об этом не поговорить. Конечно. Надо освежать иногда технологии и гаджеты, скажем так, и вообще все вот это. Вот, да, да. Именно так. Надо освежать гаджеты. Знаешь, я сразу сейчас вспомнил новость у Вилсакома, что приходит Spotify, что там все говно, ну и как бы по факту ни хрена еще не приходит. То есть мы об этом говорим, что да, там в Spotify добавился русский язык, что там наш подкаст в Spotify появился. Как не показатель, так сказать, того, что Spotify приходит в Россию. Ну да, тем более, что мы, наверное, самое главное там на Spotify. Я считаю, что мы Оззи Осборна уже по просмотрам, по прослушиваниям переглядываем. По просмотрам точно, я думаю. Я бы на него не стал смотреть, в отличие от нас. Мы-то все-таки свеженькие еще более-менее. Да уж, он-то там такой уже. Хотя, в принципе, их передача интересная. Ладно, все. Дальше у нас тема от Мью Форреста. На Саитецком она мне предлагает, причем вчера. То есть несмотря на то, что я... Свежак. Да, то есть у нас за три недели там уже, знаешь, сколько тем засахаривалось. Достаточно до хрена. Вот. Но вот это свежее. Кстати, я пока говорил, захожу. 60 фолловеров у нас уже на Spotify. И 98 листинеров. То есть 98 человек слушало, 60 из них подписалось. Нифига себе. Ну это, я считаю, что хоть какое-то движение. Я, если честно, думал, там будет, ну, три человека там. Нет. Ози Осборн и нас двое. Там к 300 уже прослушивание близится. Это при том, что на Spotify только один подкаст вышел, так сказать... Ну, короче, я его добавил на Spotify, и потом вышел только один выпук. То есть там, в принципе, не было еще суперактивности, поэтому такие цифры, это, мне кажется, уже... Это миллиарды для нас. Это мы уже окупились. Тот час, который я потратил, чтобы туда добавиться, в принципе, уже окупился. Ну, отлично. Теперь в плюс будем работать. Наконец-то, да. Возвращаемся к Мьюфоресту, который напишет, всем привет. Вот годная статья о том, почему не стоит делать вход на сайт в восплывающем окне и многое другое про формы входа. Что вы не разбирали. Ну, то есть, в принципе, про формы входа уже сколько сказано это всего. Ух, тихо. Бесконечно. Вот. Кстати, огромное вам спасибо за подкаст. Год назад был в депрессии, но катался по МСК на самокате в свободное время. И в наушниках... Вот, слушай, какая депрессия, если у тебя было в свободное время? Это уже, в принципе, не обоснованно для депрессии. Ну, ладно. И в наушниках постоянно включал ваш подкаст. Вы меня вытащили из дерьма. С вами я будто бы погружался в другой мир. В говно. Вы, прям как старые друганы, рассказывали мне новости из мира веб-разработки, и грусть и тоска как-то сами уходили. Я чувствую, что я не один и с удовольствием проводил вечера, слушая шутки про говно и обзор новых эмадзи у Эппл. Скупая мужская слеза. Слушай... Подожди, подожди. Давай я скажу быстренько, а потом ты скажешь. Короче, напоминаю Мью Форесту, тебе и нашим слушателям, что депрессия – это болезнь, если что. И ее лучше не лечить нашими подкастами, а идти к врачу, но это я так. Вот, и потому что если вдруг мы не поможем в какой-то момент, то это будет не очень. На самокате скататься, так скажем. Вот, и теперь можешь продолжать, да? Это была реклама здравоохранения Российской Федерации. Да. Интеграция, так скажем. В принципе, Мью Форест – это подставной человек, но на самом деле, естественно, никаких из-за самокатов. Да, это все выдумка. Так вот, естественно, он прикладывает нам статью с блога bradfrost.com, как нетрудно догадаться, с блога Брэд Фроста. Вот, но я видел, я на самом деле подготовил к этому подкасту перевод этой статьи с хабра. И потом я обнаружил, что нам Мью Форест ее же предлагают в оригинале. И обычно, обычно я рассматриваю все-таки оригинал. Но в этот раз я почему-то думаю, блин, ну как-то я же на хабре видел перевод. Почему нам? Зачем? Я его раньше нашел, чем оригинал. Посмотрим перевод. Тем более, что в переводе у них есть здесь два абзаца от переводчика. Возможно, они чистая истина, как слезы мамы Нистовой. А вообще, Мью Форест – ты крутой. Спасибо, всегда приятно слушать такие вещи. Вот, и если мы кому-то помогаем, значит, не было у тебя депрессии. Значит, ты так, что-то выпендривался просто, и мы тебя вернули к жизни. И все. То есть, думаешь, мы не можем с тобой вернуть к жизни? Ну? Ну, нормального. Нормально больного. Способны ли мы вылечить серотониновое голодание, ты имеешь в виду? Например. Потому что у нас тут серотониновый переизбыток, возможно, в подкасте. Он брызжет во все стороны. Тугая строя серотонина направлена прямо сейчас нашим слушателям в уши, а зрителям в глаза, на глаза. И на Мео Фореста тоже, в том числе. Да. Ладно, переходим к хабру. Я думаю, что, в принципе, можем. Я в нашу целебную силу верю, особенно когда... Я прикладываю подкаст наш на Спотифай. Некоторым местам. Ну, слушай, да. Я на Яндекс.Подкастах. А мы, напоминаю, наши подкасты на Яндекс.Музыке. Слушай, ну их только ими обливаться только. Яндекс.Подкастами, честно. Внутри лучше не употреблять, согласен. Там такое это все. Не умничайте с форумами для входа. У нас есть темка про UX. Как это ни странно в нашем подкасте в новом, в 195. Мне кажется, иногда, что мы просто отсрачиваем выход двухсотого, чтобы успеть что-то к нему сделать. И все. Мы иногда назад... Никто же не знает. Мы говорим, хоп, 191-й. 190-й. Ты думаешь, настолько уже у всех клиповое мышление. Никто не считает, в принципе. Ну да, они... Ну какой-то же 190-й какой-то был. И похрен, что уже 20-й, 195-й выходит, как бы, и да. Ну это как, когда, короче, ходишь на... Когда на карате ходил, короче, там типа отжимаешься, и там чувак считает 3, 3, 3. Ну да, это когда ты до конца отжимаешься, да-да-да-да. Это смешно. Кстати говоря про Яндекс.Подкасты, они наконец-то нормально нашу РССку спарсили. И все 188 выпусков там сейчас есть. Ну, замечательно. Причем у нас есть понятность, что популярно услышать. И все 170 выпусков уже. Давай уменьшать. Не, просто у нас в РССке с 20-го начинаем, но зато плюс беседы у экрана. Ага. Ну и что там популярный слушатель? А просто у нас есть метка популярно у слушателей. Это мы популярны? Мы популярны слушатели. А, или какой-то из подкастов. Или весь подкаст. У всего подкаста есть такая метка. Нифига себе. И у некоторых выпусков еще отдельно она есть. Например, принимаем PHP всерьез. Как лечить JavaScript усталость? И почему веб стал нечитаемым? Вот такие три выпуска у нас самые популярные у слушателей. Ну это 50 слушателей, наверное. У них уже популярно. Ты имеешь в виду, для их площадки у нас, в принципе, мы популярны уже, да. Это круто, это здорово. Ну, надо им отдать должное. Я, напоминаю, долго искал, кому там написать по поводу того, что у них по-боговому в RSS-ка наше подцепилось. Потом я вспомнил, что мне писала их дама, которая у них за подкасты, ответственно, Анна ее звали, как сейчас помню. Вот, я нашел то письмо, ей в него ответил, что у нее не работают ящики типа подкастерс, там подкастс и так далее. Но что она сказала, что она пока, в принципе, одна в Яндексе занимается подкастами. И как бы можно писать ей напрямую. Вот, вот я ей напрямую заложил, так сказать, проблему. Она сказала, что пофиксит. Возможно, она сама там парсер подтолкнула, и теперь у нас нормально там все. Так что, в принципе, на Яндекс.Музыке тоже слушайте наш подкаст. Можете просто в поиски веб-дизайн вводить и погнали. Окей. Не можем мы остановиться, да, себя, так сказать, хвалить, как Зоракс нам всегда говорил, чуваки. Завязывайте. У вас слишком много вас. Вот ничего не может... Хорошо. Кого увеличим? Давай. Что, давай, вместо нас? Формы для входа будем сейчас обсуждать? Брэда Фроста, да, напрямую. Короче, его бесит Брэда Фроста UX-форм, причем есть такие вещи, как просто бесит, потому что долго делать, а он рассматривает еще с позиции того, что он использует менеджеры паролей, и некоторые UX-форм не позволяют использовать менеджер паролей. Вот так вот. То есть он с другой немножечко перспективы рассмотрел, и это, в принципе, интересно. Вот, и TLDR-очка. Страницы авторизации, которые просты, предсказуемы, на обычных страницах и дружат с менеджерами паролей. Да ладно, блин. Ну, короче, здесь классические антипримеры. Первый — это форма входа в модалки. Так. Какие у нее есть минусы классические? Первое. Это дополнительные шаги для пользователя. Первое — нажать на кнопку меню, в которой выбрать логин. Третье — заполнить форму, вместо просто перейти на слэш-логин. То есть даже тебе ее банально может поддержка, техподдержка скинуть ссылку на логинку, сказать, за логинься. И просто заполнил форму. Во-вторых, из-за того, что нет прямой ссылки на страницу, ее нельзя кинуть. То есть нельзя кинуть просто слэш-логин. Ее нет. Хотя на самом деле, вот я, например, когда на вьюшке пишу формы какие-то, именно модалки всплывающие, я их на отдельный роуд вешаю. Как раз для того, чтобы можно было дать на него ссылку. Возможно, я тупо гений. В отличие от херц каких-то, которых нам Брэд Фрост показывает. Нет, это хорошая практика, мне кажется. Как-то это круто, да. То есть я реально делаю там слэш какой-нибудь, я не знаю, крей. Слэш нью, слэш логин, да. Да, да, да. И у меня именно открывается какой-то компонент на задах, там, допустим, листинг какой-то, но уже с приподнятой этой формой, почему бы и нет. То есть, на мой взгляд, это круто. Это сейчас реклама меня была. Так вот. Меньше о нас и больше о тебе. Да. У OnePassword просто есть такая фича – открыть ссылку и заполнить. Вот ее нельзя использовать, когда форма на модалке, на которую нельзя дать ссылку. Потому что нечего заполнять, когда ты ее открываешь. Вот. Второе, не скрывайте поля. Кстати, о логинах. Я пытаюсь залогиниться в дашборд Apple для подкастеров. Типа iTunes Connect он называется. И у них уже два месяца баг, что там зацикленный редирект. Тебя с логина кидает на то, что нужно принять пользовательское соглашение. Ты его принимаешь, тебя кидает обратно на логин. Ты при всем уважении не можешь зайти и воспользоваться какой-то админкой для подкаста. Посмотреть аналитику. Не дай бог там подтолкнуть РСС-ку, передрачнуть, если ты там этот кавер сменил или что-то еще. Все, ты заперт. И у них они два месяца это не могут пофиксить. Ты банально не можешь новый подкаст добавить. Они, возможно, это специально сделали, чтобы новый подкаст никто не добавлял. Это те люди, которые нас убрали из фичеров из-за того, что мы не были доступны какое-то время. Откуда ты знаешь, из-за чего они нас убрали? Ну, помнишь, была тема? Ну, скорее всего, я думаю, что они из-за этого убрали. Помнишь, была тема, что мы с тобой то ли HTTPS не продлили? Ну, какой-то такой бред. Откуда помню про HTTPS, да-да-да. Да-да-да. У кого там, наоборот. Мы включили HTTPS, а у них не парсировался HTTPS. Это ижий косяк. Да-да-да, точно-точно, вот, да. И в итоге мы были в фичерах, а потом мы перестали в них быть. Я уверен, что... Ну, или что, ты думаешь, нас гоблин сместил со своими этими? Как он ничего не думал? Да-да-да. Да. Слушай, я думаю, что вполне. То есть, там реально, там настолько вайлдные фичеры, что вполне возможно, что там за них заносят. Я не знаю. Не готов тебе ответить. Так только... Они все еще такие же вайлдные, как были год назад. То есть, ну, в принципе, да. Да. Я не знаю, какого хрена, но у них даже ссылки там всякие. Они вида такого типа RTX, там, контакт. Короче, это как будто шаблон незаполненный. Это полное говно. У них реально сейчас это не работает. Я прям пробую на втором мониторе. И я даже не знаю, куда этот баг-репорт написать. Просто... Все, в Яндекс напиши, то и делаешь. Согласен. Она, возможно, и их знает. И, возможно, она там тоже единственная ответственность. Тоже одна сидит. Ужасно, ужасно. Вот. Я почему про них вспомню, потому что не скрывайте поля. Следующий, так, bad practice. И там, знаешь, ты пишешь логин, пароль, а потом хоп вспомнишь. А еще, кстати, введите фамилию. И ты такой думаешь, какого хрена твою мать? Ты сразу-то мне это не показал. Я бы сразу три просто поля ввел, сэкономил, во-первых, клик. Вот. Например, они показывают сайт Дельта. Это авиакомпания американская, кто не знает. А там типа так. Вот. И он говорит, ладно бы просто клик и экономить. Но еще и 1Password. Из-за того, что поле изначально не на нем, он его не запоминает и авто не заполняет. Так. И все, его это бесит досвидос. Ну, там-то чуваки думали, что наоборот, они тебя будут меньше обескураживать, тем, что не покажут много полей. Plus Experience, ты по одному полю за раз видишь, да, и у тебя плюс дрын. А на самом деле у тебя минус жопа, потому что вот так же, как с iTunes Connect. Я сейчас захожу, там сначала вводишь логин, жмешь стрелочку, потом хоп, и снизу пододвигается поле пароль. Ты такой уж мать твою, какого хрена ты сразу показываешь? Это часто, кстати, они любят такое, да, да, да. И то же самое просто на входе в macOS. Там тоже ты сначала выбираешь юзеры, а только потом выдвигается пароль. Ну, как бы окей, почему бы и нет. Но, тем не менее, вполне возможно, они подталкивают пользователей к входу через Touch ID. По крайней мере, это на macOS он так посчитал. Короче, у меня сейчас реально минус жопа, потому что я опять не могу туда войти. Я причем, откуда я это узнал? Это мне Банан вообще писал, что он хочет тоже стать подкастером, добавить в свой подкаст в iTunes и не может, потому что его не пускают в админку. Видимо, судьба, так сказать. Ну, ничего не поделаешь. Хорошо, хоть у нас там все на мази и само туда чуть-чуть залетает, как-то само там как-то что-то делает. Согласен, мы еще были в волне тех людей, которые успели RSS-ку добавить, так сказать. Ну, все. Потом дальше не шутите с магическими ссылками. Я не знаю, ты пользовался этой штукой, когда ты в Slack не вводишь пароль, а тебе на мыло присылает говно, по которому ты переходишь и тебя залогинивает? Нет, не пользовался. А в чем именно прелести там? Ты можешь не запоминать пароль. Ты вводишь только мыло, тебе на это мыло, если это твое мыло, приходит ссылка, ты ее в мыле жмешь и тебя залогинивают в Slack. А это типа для тех, кто часто разлагинивается? Да, и для тех, кто не хочет запоминать пароль. Ну, просто там же в Slack ты залогинин и залогинин постоянно. Ну, а если ты с другого броузера, с другого компьютера зашел? Ну, это да, это какая-то прикольная тема, но надо попробовать. Я, честно говоря, не... Просто я это еще узнал и пользовался еще, когда мы с тобой в Slack сидели по прикольчику, и с Саньком, возможно, даже и с Ваньком. Хотя нет, Ванька вроде уже там не было. Я понял, о чем ты, и такое есть не только в Slack, и я понял, о чем ты, да, что там просто какая-то суперссылка такая приходит, которая про тебя знает. Ну, просто ссылка с токеном про тебя знает. Да-да-да. Потому что, знаешь, опять же, видеть Excel в этом все, просто там токен приходит и все. Просто токен приходит, да, и все. Ну, да, да. Вот, ну и опять же, эта схема утомительна, потому что это в среднем 9 действий. То есть надо там зайти, открыть ящики, открыть сообщения, скопировать пароль иногда. Иногда, как в Стиме, надо скопировать код, подтвердить, что ты это ты, что ты не пидор и так далее. Вот это его тоже бесит, Брэда Фроста. Естественно, это не работает с менеджерами паролей. То есть как бы ты логично не можешь ничего автоматически сделать, это полный отстой. И он опять же говорит, что это заставляет ваших пользователей осваивать новое поведение. В принципе, ввод логин и пароля, он уже на подкорке. То есть дети, которые родились после 2000-го, они с детства это делают, просто с младенчества. Они когда ждали, если они вводили логин. Да, да. И, возможно, когда их зачинали, вводили логин и пароль. Там сайнап делали, да. Да, да, да. Поэтому, в принципе, это такое. Это как бы, а тут новый паттерн поведения, дерьмо. Ладно, окей, с этим, допустим, согласились. Дальше идет, не разделяйте форму входа на несколько страниц. Вот это реально бесит. Здесь приводится Shopify, в котором ты сначала вводишь store-адрес. Кстати, в Slack'е так же. Ты сначала вводишь под Slack, а потом логин. Возможно, пароль тоже на следующей странице. Не готов ответить. Но, в общем, это жопа. Опять же, здесь, во-первых, ненужные шаги. Во-вторых, не работает с младенчеством и пароли. Потому что не только одно поле на странице могут заполнить. И поэтому он не хранится, как одна запись, так сказать. Все. Вот. Ну и он в итоге... А теперь хороший пример. Идут просто Harvest ID какой-то. Я не знаю, что за Harvest. Ну и насрать, что за Harvest. Просто форма email, пароль, sign in. Ну или там, вон, sign in with Google, например. Вот. И, кстати, вордпрессовскую обменку он приводит тоже как хороший пример. Что просто есть поле логин, поле пароль и погнали. И вход. Просто лаконичный, предсказуемый дизайн. Первое. Сделайте отдельную страницу для входа в систему. Слэш логин. Второе. Показывайте все необходимые поля сразу. Если нужно ввести фамилию, сразу ее покажите. Третье. Поместите все поля на одну страницу. То есть не переходить по ссылкам. Не ждать каждый раз 300 миллисекунд от веб-сервера. А все-таки за раз это пройти. И четвертое. Не фантазируйте. То есть может что-то есть в этих волшебных ссылках, других изобретательных шаблонов входа, но следует учесть привычки пользователей в интернете. Положитесь на эту скучную, предсказуемо стоявшуюся практику. Здесь сразу хочется вспомнить, что когда ты заходишь на всякие финансовые биржи и прочее, у тебя там не только это двухфакторка, трехфакторка. Да, да, да. Там всякие вводить коды, которые исчезают там и так далее. То есть это, конечно, когда у тебя супербезопасность, там это все надо. Вот. Хотя, опять же, мы с тобой сто раз здесь в подкасте обсуждали, как взламывают телефон и, соответственно, взламывают двухфакторку после этого. То есть там, в принципе, безопасность – это тоже такое мета-понятие, которое непонятно вообще, реально это или нет. Ну, как бы, да. Тут хотя бы о шаблонах и о том, как сказал Mew Forest, что вы до этого не обсуждали. Видимо, про менеджеры паролей здесь конкретно. Вот как-то так. Ну, слушай, давай так, смотри. Во-первых, мне нравится, что Брэд Фрост уделил внимание вот этой связке с менеджерами паролей. Это прикольно. Вот. Я еще считаю, что не фантазируйте, просто вот с этой формой уже кто только не поигрался. То есть уже вы лучше не придумаете, чем дефолтное. То есть здесь, скорее всего, нет какого-то такого, какого-то другого метода, очень хипстерского, очень такого, знаешь, какой-то такой отсебятины, здесь, скорее всего, нет. Здесь есть вот один хороший метод, который уже всем запомнился, просто потому что уже все пользователи приучились. Вот. А остальное такое, ну, на усмотрение. Очень сильно на усмотрение, и надо думать над этим. Вот. Это мои мысли. Ты что думаешь, как? Да, в принципе, я с ним согласен. То есть я, вот вообще, я тот человек, который достаточно консервативен. Вот. И мне до сих пор нравятся даже там просто форумы всякие. То есть я до сих пор мечтаю о том, что у нас будет когда-нибудь свой форум, типа там, Reddit или Пикабу, там, с какими-нибудь фишечками, там, с репутацией, с бэджами, с говном всяким. Вот. Но он будет максимально олдскульный. То есть это все равно будет форума, там, это там какой-нибудь рич-эдитер, там, где можно жирный делать, там, какой-нибудь курсивный, там, и все, и писаться между собой. И просто это будет именно прикольно. Практически как фидо-чат. Вот. Поэтому я, естественно, за классические формы для входа, потому что почему бы и нет. Они реально работают, и они классные. Вот. Дальше, слушай, я вот хотел бы вернуться к нашему с отецком, там, где мне Юфорест это предложил. Вот. И прокомментировать то, что произошло под этим, где MyWebDesign. В принципе... Я не могу, я ору. Я тебе это вкинул. А, я видел, я видел. Я посмотрел, я посмотрел. Я причем... Да, ты то ли вкинул в чате к нам. Я это куда-то вкинул, да-да-да. Ну, это интересно. Во-первых... Ну, мы, естественно, не будем этого показывать в эфире. Не будем, да. Не будем. Я просто к тому, что хочу рассказать просто, что наша вот эта вот музыка, которую мы используем, она, видимо, из-за того, что бесплатная. То некоторые чуваки, которые тоже хотят заработать на другом контенте, например, как порно-контент, тоже используют бесплатную музыку. Соответственно, наша музыка, которая используется в подкасте, используется еще и в студии роликов порнографических. Соответственно, действительно, плагиат, я считаю. Тем более, что, скорее всего, мы раньше начали использовать. Хотя это спорно, если честно. Именно спорно. Тут, я не знаю, надо смотреть, когда зааплоден был видос. Надо вообще, в принципе, смотреть этот видос, я скажу тебе. Вот, поэтому... Вот. Да, так что интересно. Как вы думаете, какие причины такого хамского поведения? Слушай, они хотят на нашей популярности просто сыграть, чтобы у всех остальных... В принципе, у людей, которые слушают наших подкастов, от нашей отбивки уже эрекция. По крайней мере, по моим, так сказать, сведениям. Ну, в смысле, не как от них, не как от их безвкусной порнографии. От наших подкастов сразу стоит нормально. Так что они используют эту музыку, чтобы на их порнографию хотя бы чуть-чуть как-то возбуждались мужчины. Вот, да. То есть, причины ясны. Как мы отреагируем на это происшествие? Ну, слушайте... Я засужу их, честно. Я уже просто написал в небесную канцелярию, как у меня дедушка говорил. Вот, туда написал, и пацанов засудят это сто пудово. Да уж, на мой взгляд, тут главное топить до последнего, чтобы это они у вас взяли тему, а не вы у них. Ну... В принципе, здесь можно прение сторон устраивать, так сказать. Я бы сказал, прение сторон, потому что здесь уже есть какие-то... Вот. Да, интересно. Хотелось бы вот как-то героинь пригласить еще иногда к нам на подкаст, может быть. Именно выступят. Произвольную программу отыграют, так сказать, откатают. Да. Ладно. Интересно, пойдем дальше. Дальше у нас блок, так сказать... Блок, так сказать. А что за, так сказать, разработческая тема у нас? Ты посмотри в Slack'е, какая у нас там разработческая тема. Это, это самая разработческая тема. Ты что, я думаешь, не смотрю? Я смотрю. Вот это разработческая тема, которую каждый разработчик желает знать, где сидит хостинг хороший. Отлично. Знаешь, где? На eubesign.ru slash smart tape. Хорошо. Так, продолжай. Да. И вот смотри. Допустим, допустим, допустим. Представь себе. Тебе сейчас нужен хостинг. Ты выберешь точно хороший хостинг. Точно доступный, да, хостинг? Точно хостинг, в котором ты разберешься или тебе помогут. Я тебе скажу, ну вот, если это не smart tape, то никакой больше. Потому что smart tape... Там все пункты, которые я перечислил, плюс просто он классный. Там это им пользуемся мы, у нас на нем eubesign.ru и еще много всего. И поэтому, чуваки, мне кажется, это ваш час звездный. Да. Тем более, что здесь вообще на любой вкус и на любой кошелек. Вы можете как заказать безлимитный хостинг. Как выплеску себе купить? Просто виртуалку с любыми ресурсами, которые вы себе пожелаете. В том числе NVMe-шные SSD-шки, которые сейчас прям популярны-популярны. Вы можете даже такую себе поставить, максимально быструю вообще, которая выдержит любые ваши node-modules и будет быстро делать npm install. Можете также арендовать выделенный сервер. Прям вот железку отдельную арендовать. Здесь у них как раз на это дело скидки. До 53% даже. Просто, представьте, в два раза дешевле можете себе арендовать сервак с 24 ядрами. Это, по-моему, просто даром. Даром. 9 тысяч в месяц за 24 ядра личных ваших с выделенным каналом – это ноль примерно. Все в Москве находится, то есть все подчиняется, так сказать, федеральному закону 152. Obey my authority. Там obey? Нет, там респект. Респект my authority. Уважает вашу власть. Я бы сказал, no pain, no gain. Ну, на этом наше познание в языке закончено. Пойдем дальше. Пользуйтесь смарт-тейпом, либо регистрируйтесь по реферальной ссылке, которая у нас в описании к видео, либо используйте промокод uwebdesign, который вы найдете, опять же, в башке его себе найдете. Найдете в башке, да. Почите просто все. Тоже хотел сказать, что в башке он будет найден. Чего толстый или не толстый? Я вижу, что не толстый. Не толстый, не толстый. Худая, так скажем. Ну-ка. Сара Драснер, одна из контрибьюторов Vue, GS, то есть она в ядро коммитит, так скажем. Вот. Она пишет про хуки. Хуки для Vue. И если ты помнишь, то мы в прошлый раз неуклюже рассматривали про хуки для React. Что это нововведение, которое нам... Я думал, ты скажешь, если ты помнишь, то мы в прошлый раз рассматривали пуки для Vue. Я просто ждал. Слушай, это слишком было бы очевидно. Поэтому я по-скучному пошел. Мы обсуждали. Ну да, рассматривали, помню. Еще помню, потому что не так много времени прошло. Вот. И здесь она говорит... Я, говорит, вот послушал Дэна Абрамова. И мы в Vue себе тоже запилили такое говно. Хуки. Для React это, в принципе, big deal. А для Vue, говорит, не такой уж и big deal, потому что... А кто тебе мешает сейчас использовать там миксины, например, вьюшные? Ты тоже можешь запаковать какой-то кусок кода, который отрабатывает, и везде его юзать. И, соответственно, в одном месте только изменить в миксине, и он у тебя везде изменится. То есть это, ну... Кто-то там выносит в какой-нибудь Helpers.js и везде его подключает. Кто-то юзает вот нативные вьюшные миксины. Это просто реально удобно. И там можно легко через эти миксины, так сказать, выдавать одинаковые результаты, там их чейнить как-то и так далее. Но их приходится чейнить через state. То есть ты в каком-то компоненте вызвал миксин, он отработал, выдал тебе какое-то значение, ты это значение куда-то записал, и ты можешь его, в принципе, передать уже в другой миксин. То есть суть в чем реактовских хуков, что их можно между собой совмещать и state одного компонента спаривать, так сказать, со state-ом другого компонента. То есть делать, чтобы компоненты общались между собой напрямую, а не через store какой-то там централизованный. Так вот, она рассказывает, что мы попробовали во вью сделать такое же, через вьюхукс. Они доступны там для вью версии 2.0, так сказать, в тестовом режиме, а во вью 3.0 они уже будут в ядре непосредственно, причем забегая вперед скажу, что будут переработаны. То есть сейчас они реализовали просто proof of concept, так сказать, что они могут, и сделали примерно с тем же синтаксисом, как в реакте, с ключевым словом use. То есть передаешь внутрь этого хука use state, use, я не знаю, эффект какой-нибудь, и, соответственно, тебе доступен state компонент, из которого ты этот хук вызываешь, и эффект этого компонента. Ну то же самое можно там use computed, use data передать. У тебя будет data, и компьютер, соответственно, доступны там внутри. Вот, это все на данный момент реализовано через use. Это на самом деле как-то, ну не очень для вью, ну хочется сказать нативно, но не то, что нативно, это просто, ну это не практика для вью использовать префикс use, потому что нахрен он не сдался. Вот, ну и она здесь приводит конкретные примеры, что можно передавать именно event хуки, use mounted, use destroyed, соответственно, mounted и destroyed для какого-то компонента. И вызвать условный хук prevent scroll, который ты включаешь, когда у тебя маунтится компонент, из которого ты вызвал, и отключаешь, когда он дестроится. То есть, допустим, ты открываешь модалку, как только у тебя модалка смаунтивась, у тебя скролл сзади заблочился, у тебя модалка блочит скролл там задника. Нормальное, кстати, такое поведение, почему бы и нет. И когда ты дестроишь модалку, у тебя хук отрабатывает обратно, и обратно enabled scroll, так сказать, для задника. То есть тебе надо передать use mounted, use destroyed в этот хук для того, чтобы его использовать. Это все делается просто легко. Подключаешь импорт use destroyed, use mounted в u hooks, в самом хуке описываешь, что ты экспортишь функцию, то есть выполняешь какую-то функцию, и что ты ее делаешь в use mounted, в use destroyed, соответственно. Все, выдаешь это, и внутри компонента, уже просто внутри в u instance делаешь хукс со скобочками, соответственно, метод хукс вызываешь, вызываешь там prevent scroll. Все. Это почти то же самое, что ты используешь в миксинах, только тут можно вызвать хук от хука. То есть если ты внутри... Здесь она приводит второй пример. Например, первый хук у тебя высчитывает ширину того компонента, который ты вызвал, а второй хук у тебя в зависимости от этой ширины делает анимацию, так сказать, адаптивную под ширину. Вот. И ты можешь их чейнить. Делаешь анимацию, а в скобочках внутрь, как параметр, передаваясь, соответственно, значение того хука, который ты первый туда поместил, window width. Все, ты чейнишь два хука, они обмениваются стейтом между собой. И, в принципе, достигнута, так сказать, цель так же, как в реакте. Ну и вот то, что я уже сказал, в третьем view это будет под капотом. Кстати, меня на одном из собеседований, когда я еще только искал эту работу, на которой сейчас работаю, мне как раз спрашивали, что вы знаете вообще про view 3.0. И даже, нет, я как-то сам просто что-то сказал, что вот сейчас как раз там обсуждают уже 3.0. Они такие, а, кстати, что будет в view 3.0? Ну и я рассказываю, что вот там туда-сюда, они планируют TypeScript, и уже тогда я не знал, что будут хуки, а уже тогда вот тот чувак, который меня интервьюировал, сказал, вот хуки будут в view. Что вы можете сказать? Вы знакомы там с хуками в реакте, туда-сюда? Вот. И я такой думаю, чувак, нет, не знаком. Ну и как бы я там не работаю, естественно. Вот. А сейчас я, когда готовился к этой теме, я вспомнил. А, стопудово, еще хрен когда мне об этом говорили. То есть, в принципе, это такие вещи, которые на уровне концепции давно уже прорабатывались. Здесь там Сара Драстнер на CSS Tricks показала конкретный пример, как это можно сделать. Вот. И на самом деле, это статья, она мне, знаешь, как ответ была. То есть, если помнишь, я в прошлом подкасте как раз говорил, типа, чуваки, если кто-то разбирается и в реакте, и во вью, помогите мне аналогию провести, а как во вью делать вот то, что там, то, что вот делаются хуками в реакте. И вот эта статья, это считает ответ мне, что, в принципе, можно миксинами, но хуки вот в той реализации, как есть в реакте, если сделать во вью, то они, в принципе, еще чуть-чуть больше даже смогут, чем миксины. Прикинь? Возможно, Сара Драстнер слушала подкаст и думает, напишу я для Сани, чтобы он знал. Да, в принципе, и другим тоже чувакам будет полезно. Почему бы и нет. Заодно там, мне же надо там на CSS Tricks писать, надо же пописывать, вот именно. Да-да-да, вот как раз напишу. Вот это круто, это круто, если это так. В принципе, я уже, знаешь, в любое дерьмо поверю, что нас даже уже они все слушают. Во-первых, потому что Оззи и Осборна сместили на Spotify. Вот именно. А во-вторых, потому что просто как-то, знаешь, уже страшно иногда становится, что нас все слушают, и надо теперь как-то выбирать выражение. Соответствовать. Да, и никого не... Мы просто претендуем, понимаешь? Когда мы в Spotify выложились... На CSS Tricks рекламе VIX. Как ты думаешь, они претендуют после этого? Ну, вот они... Вот они... Все уже, это уже все. Когда у нас будет реклама VIX, я жду просто. А вы, кстати, да. Когда они предложат. Я, честно говоря, даже и не отказывался бы. Я бы им просто зарядил такую цену, чтобы нам не стыдно было после этого. Чтобы, знаешь, чтобы было не стыдно за тех, кто сделает сайты на VIX. За всех них. Вот такую цену. А ну, это... Хочешь сделать профессиональный сайт? Уже опять начинать? Просто их заводочку. Их, да-да-да. Ладно, не будем. Что ты думаешь про хуки во VIX? Мне кажется, что круто, что они есть. И круто, что это не просто... Это не пуки. Это действительно хуки, которыми пользуются. Отлично. Вот не в бровь, а в глаз. Все прям вот как на духу выдал. Кстати, я сегодня видел на Твиттере обсуждение. Ну, обсуждением это сложно назвать, но тем не менее. Какой-то чувак написал Evan VIX. Типа, слушай, Эван, а какая этимология вообще VIX? И он ему просто отвечает. Это по-французски VIX. Ну, то есть вид. То есть VIX, то есть как бы и хоп, и просто... I love you. Да, практически тайна века раскрыта. Нихрена себе, красиво. Но это даже интереснее. Вот да, я только хотел сказать, что вот эта новость была интереснее, чем статья, о которой мы так что... Да, надо было этот Твиттер осматривать час, обсасывать. Пойдем дальше, пойдем дальше. Search Face. На vc.ru написали давно еще, 12 февраля. Все уже посмотрели, кого хотели. На Search Face. Это такой сервис. С сервисом это, конечно, громко назвать его. Как бы это назвать поменьше? Просто такой мини-проектик, будем так сказать. У которого под капотом, на самом деле, там не мини, там нормальная, крутая, видимо, нормальная, крутая ИИшка. Искусственный интеллект, который может, короче, взять и по фоточке найти вас в ВК. И не только вас, все ваши там аккаунты, где вы есть, или что-то похожее на вас, кстати говоря, он еще и похожих выдает. Вот. Вот такой Search Face. Пацаны запилили. Я так понимаю, что они не палятся, кстати говоря, эти чуваки, которые сделали. Они не раскрывают себя. Какие-то разработчики. До этого был подобный FindFace, который был доступен для публичной аудитории. Они ее потом прикрыли. Видимо, слишком классные сервисы, которых хочет бизнес, хотит бизнес. И они на это зарабатывают денювку. Но на Search Face все еще можно посмотреть, если что. Себя и других себя, свои копии. Вот. Короче, и побалдеть. Может быть, написать похожему чуваку, такому, как ты, и сказать, чувак, я на тебя похож, ты такой же козел. Может, ты будешь вместо меня подкаст вести, никто же не узнает даже. Вот. Вдруг они и голосом похожи. Голосом. Это, конечно, да. Это страшно было. На самом деле, я хочется просто вспомнить, что FindFace прям сталкерили людей, и это даже жутковато типа было. Ну, Search Face, то есть, может, примерно такой же, как я понимаю. Я не помню, FindFace, он, кстати, в ВК искал или где. Этот просто по ВК ищет только. И все. А про FindFace я не помню. Честно. FindFace, я тебе больше скажу, он, в отличие от SearchFace, прямо ссылку на профиль выдает. Этот тоже выдает ссылки на профиль. То есть, я... Вот я не помню. В том-то и дело. Вот я сейчас пробую свою авку загрузить. Ну-ка. Посмотреть, выдаст он мне ссылку на профиль или нет. Давай, давай. А ты авку откуда загружаешь? Прямо с ВК? Ну, нет. Мне, возможно, она и в ВК в моей была. Вот. Но я загружаю ту, которая у меня сейчас в Гугле. Так. И он мне не дает ссылки на профиль, он мне дает просто ссылки на фотки. Ну и там, естественно, куча моих фоток, и это страшно достаточно выглядит. На самом деле, страшно выглядят те, которые копии мои. Ну вот копии — это страшная натуре дерьмо. То есть, представляешь... Ну там чуваки, конечно, не сильно похожи будут. Я просто сейчас расширю тебе экран. Это на самом деле стоит того. Давай, давай. Ну, то есть, ты не можешь зайти на них, да, или что? Нет. То есть, вот смотри. Смотри в скай. Очевидно, что вот эти пять — это я. Вот я перехожу, и мне открывают именно ссылку в ВК. То есть, не находит. А что за нас? Скор. А, это ты на сколь. Скор — это совпадение. То есть, вот это, видимо, мой профиль. Вот это профиль Алины. Потому что там я везде с ней. И тут дальше уже какие-то рандомные люди. Не, ну это нормально. Челлигин. Мне нравится вот... Мне вот там нравился чувак. Вот это вот. Вот это больше всего похоже. Хорошая. Хорошая, хорошая. В общем, классно. Да, и так бывает, но ссылки на профиль в ВК не дает. Поэтому... Ну ладно. Короче, вот такой стартап. У нас будет похожая еще тема про ИИ, поэтому можем не задерживаться на нем. У меня, да. Да. Пойдем дальше. У тебя тут про JavaScript следующее. Вот что самое-то классное. Подожди, почему ты тут пишешь, что список страниц во ВКонтакте? Мне кажется просто, что я уже заходил на него, и был список страниц. А сейчас они убрали это дерьмо, потому что их, наверное, что-нибудь там прессанули. Мне почему-то кажется, что я даже где-то видел такую новость. А что вот за... Ну я что-то... За что опять прессануть там? Да ну хрен узнаешь, чтобы типа на ВК не ссылались именно... То есть тут непонятно как бы, я не знаю. Так, ну ладно. Я что-то не задумался, я думал, там все еще есть ссылки, если честно. Ну вот вещь я решил, так сказать, проверить. Вот. А тут оказалось, вон оно как. На вопрос о планах сотрудничества государством или бизнесом разработчики SearchFace ответили, что пока рано об этом говорить. Возможно, им уже сделали несколько предложений, они теперь рассматривают, на какое согласиться. Они не смогли отказаться, да, от них. Окей. Причем таблицами сверстанной дерьмою. Я просто их в верстку смотрю сейчас. И там нигде там нету такого, что в комментариях айдишникам или где-то зашита все-таки ссылка на страницу, я на это надеялся. Вот, но, к сожалению, нет. Ладно. Следующая темка. Что стоит... Сергей нам ее прокомментировал, предложил. Что стоит знать новичку от JavaScript, который начал учить его в конце 2018-го, начале 2019-го года? То есть, что делать с новыми стандартами ECMO? Стоит ли учить предыдущие? Ни на чем сфокусироваться в скобках из большого обилия инфы? Для максимального выхлопа КПД, чтобы потом именно углубляться, чувствуя землю под ногами. Ответ Пушкина мне, на самом деле, достаточно понравился. Я считаю, достойный того, чтобы его зачитать. Ничего. Чувство земли под ногами даст само понимание языка. Просто изучать, в первую очередь, язык, а не каркасы. Изучать по порядку, с азов, потом все свежее. Можно и сразу изучить лишь связак, например, игнорирование отличия var от led. Но тогда где-нибудь будет пробел. В скобках сольют на собясе, как пример. На собясе стопудово сольют. Там любят именно вот эти перекрестные штуки, которые там в Экмоскрипт 6 появились. И там именно спрашивают, типа, а почему они появились? И типа, а в чем реальная разница? Ну, вот там именно засыпают как раз от слова «засыпаться» на таких примерах, поэтому... Не в смысле там засыпают прямо на собеседовании? От ваших ответов. Вот. Хотя у кого-то, может быть, и такое бывает, да. ES6-ESNEXT – это приятные дополнения к языку, порой экономящие время. Нужно понимать, как это использовать. Вот. И понимать, что этот язык не панацея, а инструмент, который начинает снова стагнировать. В скобках из-за решений TTS39 уж пайп-то могли бы внедрить, пидорасы. Вот так. А тем временем смотреть в сторону... Bad language! Bad language. Ну, слушай, нам. Нам ли тут бояться по поводу bad language? А тем временем смотреть в сторону взрослых языков, изучать другие области, например, native mobile dev, игрострой и ML. Во фронте лет восемь. Live long and prosper. Это, видимо, подписывается так Пушкин. Live long, что он значит? И prosperage. Ага. Вот. То есть, в принципе... Но дуэли его придется вызывать, раз он Пушкин. Согласен, да. Причем это Сергей его вызовет после того, как он ему нахамил, что ничего не надо изучать. Вообще, во-первых, хочется по матеше с Пушкиным согласиться, потому что, в принципе, он действительно сказал все как есть. То есть, все эти экмоскрипты и так далее, они очень круто заходят, когда ты уже вдоль настрадался на оригинальном джаваскрипте. Как настрадамусы. Да. И ты такой, ааа, блин, как классно. Вау. То есть, это знаешь, как в том анекдоте, когда чувак говорит, доставьте мне удовольствие. И там, как обычно, русский, там нерусский и еще один нерусский. И там чуваки, там ему предлагают героин, там еще всякое. Запрещенные, кстати, вещества в Российской Федерации. Вот. И русские просто предлагают ящик пива выпить и потом терпеть и не ссать, а потом поссать. И вот это самый лучший кайф по сравнению со всем остальным. Это, кстати, можно прописать тем, у кого депрессия. Просто выпить ящик пива, а после этого долго не ссать, терпеть и потом поссать. В принципе, депрессию как рукой снимет, потому что балдеж полный. Вот. Ну, прослушивая наш подкаст, естественно. Да, это точно. Тем более после ящика пива наш подкаст заходит еще лучше, чем... Там из всех дыр польется, когда вы включите. Сто пудо. Вот. Поэтому, да, нужно действительно изучать СОЗОВ, выбрать какой вариант удобнее, какой-нибудь видеокурс посмотреть, только нормальный. Или там learngevasccript.ru, или там реально книжку какую-нибудь прочитать, там, Орайлевскую, например. Можно сразу там... Нет, лучше сразу не читать You Don't Know JS, потому что там все-таки именно про... в том числе ECMAScript 6 новые возможности. Хотя, в принципе, вот этот пятитомник или шеститомник, я точно не помню, потому что шеститомник You Don't Know JS прочитать, и можно уже начинать практику какую-то. Потому что там и про основы языка, и про приколючки, прикольчики. То есть, как бы тут уже именно вот от этого зависит. Во фронте я, конечно, не 8 лет, не 8. Но лет, я не знаю, наверное, 6 можно точно засчитать, так сказать, во фронте и во всяком таком. Но ты и не Пушкин. Ну, конечно, куда мне? Я и не Лив Лонгач, и не Просперач, скорее всего, поэтому тут да. Ты тоже, может быть, что-то хочешь сказать, как там у вас где заведено? Может, ты в пивной слышал, как болтали о том, как люди, которые во фронте лет 8 изучают JavaScript? Я думаю, что в любом случае надо придерживаться книжки Definitive Guide Орайлевского. Просто читайте ее, а на нее нанизывайте, что хотите, вообще просто, что хотите. Вот если ее выучите наизусть, каждый раз это говорим, вот, как только его читаете, наизусть от зубов отскакивает, все, можно вообще не париться. Можете вообще больше ничего не учить, как сказал Пушкин. Вот, все Экмоскрипты 6 на нее так ложатся, я думаю, как вот полирнуть практически. Это точно, тем более, что хоть она и 2011 года, но там уже про все эти Экмоскрипты начинали уже говорить, и там, в принципе, про них уже как про планы говорится. И вообще, там реально очень крутое понимание JavaScript, например, 1100 страниц на секундочку. Такое, в принципе, если осилишь, что хоть что, хоть куда нанизывать будешь, и нормально тем будет. Да. Поэтому тут как бы, да, Пушкину респект. Да, да, да. Хотя он bad language, конечно. Погнали дальше. Герои 3. Вот это тема неожиданная. Да, это сегодня нам в чатике прилетело. Героям 3 20 лет. Это вот буквально недельная давность. Это было в конце февраля. Да, да. Я видел очень много новостей по этому поводу. В плане новостей, а просто все радовались, няняняшились, кидали скрины героев третьих. Короче, целовались, обнимались, гладили по единственному глазу себя, как будто они троглодиты. Вот это все. Нет, это как будто не циклопы. Вот троглодитов как раз не было глаз, они иммунны были к ослеплению. А, да, точно, точно. Ну что, давай скажи мне, какие у тебя вообще эмоции вызывают сейчас слово герои 3. Чтобы мы понимали все, как бы это. Как то видео, в котором нашу музыку используют? Или еще сильнее? Еще сильнее, разумеется. Что ты, то видео вообще в сравнении. Представляешь, если в героях 3 бы еще нашу отбивку использовали? Ух, это было бы, конечно, вообще, да. Когда архангелы атакуют. Вот, да. Вообще, конечно, в героях 3 у меня все диски есть до сих пор. Ну, именно Возрождение Эра, соответственно, Клинок Армагеддона и Дыхание Смерти. То есть, хроника, естественно, у меня нет. Почему-то, когда вот это все продавалось еще, я считал, что хроники, так это бесовщина. И, типа, это полный отстой. Хотя теперь-то я понимаю, что хроники – это сюжетный мостик между третьей и четвертой частью. И вообще там достаточно прикольные сюжеты. То есть, там, ну, как бы многие уже считают, что хроники – это уже там высеры были от New World Computing. И вообще, как бы, не надо было их делать. Вот. Но именно в сюжетную конву они достаточно классно вплетаются. И вообще это круто. Мне они нравятся до сих пор. Я иногда вкидываю летсплейки по ним. Поэтому тут, как бы, да. По поводу того, как играть по сети. Я вот в те моменты почему-то я не застал сильно игру по сети. То есть, в Hot Seat мы, конечно, играли еще со школьными там друзьями. Вот. Но по сети именно как-то вот не было. Хотя, например, даже в Diablo II я играл по сети. Еще, по-моему, через IPX Protocol, так же, как в втором Варкрафте. Вот. Но вот именно героев по сети, я не знаю, почему-то никогда я вот особо не пробовал. Хотя, опять же, кто-то говорит, что там героя не по сети – это как пиво без водки. То есть, там деньги на ветер. Поэтому тут, как бы, да. Поэтому вообще я очень сильно люблю сюжет. Вот. Я очень сильно люблю именно геймплей. То есть, я в четвертой вообще говно. То есть, я их не очень люблю. Хотя у них есть свой шарм. Вот. Но я их не очень люблю. Пятые, они очень близки были к третьим. Но они были такие слишком мультяшные. Их, как бы, тоже не сильно любят. Особенно там за колеса прокачки. Вот. А шестые вообще их мало кто любит. То есть, я их люблю. Но объективный геймплей там слабее в миллиард раз, чем у третьих. Вот. То есть, знаешь, там всякими упрощениями. Типа, если ты контролируешь какую-то территорию, то все шахты на ней сразу тебе принадлежат. Их даже флагать не надо обратно. Если ты просто отвоевал замок, то все шахты на этой территории твоими становятся. И, соответственно, ты не можешь, если враг владеет замком, ты не можешь флагать его шахты. Максимум, что ты можешь, я такая супер скилл вкачал, это подойти, ее флагнуть. И она три дня ему не будет ничего приносить. Типа, ты разрушишь ему шахту. Но потом она сама автоматически восстановится. В том числе, например, с двейлингами. То есть, с местами, где нанимаешь существ, они тоже автоматически флагаются, если ты владеешь территорией. После того, как ты их из нейтрального один раз флагнул. И, во-вторых, их подкрепления из них автоматически стекаются в город. То есть, тебе не надо их оббегать и там нанимать существ каждый раз, каждую неделю для того, чтобы полный прирост получать. В принципе, да. Шестая часть, она мне на втором месте после третьей по тому, как она мне нравится. Но объективно она, конечно, намного более простая и примитивная, я бы даже сказал, по сравнению с третьими. И седьмая часть, ее опять усложнили. Она, в принципе, почти как треть, но она настолько забагованная была, что просто ее в помойку выкинуть и Ubisoft вслед за ней, потому что это, конечно, плевок был просто в сторону. Причем она чуть ли не два косыря до сих пор стоит. Как на старте, так и сейчас. То есть, как бы, ну, это не смешно даже. Вот, поэтому, как бы, да. И сама вот это, именно сам сеттинг Might and Magic, про то, что это типа фэнтези, а на самом деле это sci-fi, мне он дико нравится. Хотя в героях на это особо нет намеков. И когда тут недавно обсуждали, что там хотят вернуть какой-то очередной фанатской модификации, там город Forge, который задумывали разработчики, но так и не имплементировали, в которых там женщины, полуженщины, полумашины, там пауки всякие, роботы там и так далее. То есть, это был бы именно, ну, как бы, для тех, кто только героев знает, кто не играл в RPG серию Might and Magic, вот для тех, кто только в героев знает, что связь, что там, как бы, это научная фантастика на самом деле, но потом их решили не вводить, потому что, ну, зачем? Типа, уже здесь полная фэнтези, пусть она полным фэнтези останется, а кто хочет полный сюжет знать, пусть играет в RPG-хе, в Might and Magic. Которые настолько старые, мне кажется, что сейчас их вообще... Надо новую делать, мне кажется, полностью новую. Ну, полностью новую сделали, десятую, вот, три года назад. И она как раз вплетается в сюжет шестых героев. На самом деле, сделали даже и не дурно. То есть, интересно, я её прошёл, там, 100 часов в неё откатали, там, 120 даже, я не знаю, надо в стиме посмотреть, реально много. Вот, но не то, я тебе скажу. То есть, оригинальные части, ну, давай так, оригинальная супертрилогия, шестая, седьмая, восьмая. Девятая — это высер говна, а до шестой там именно старые по тебе. А шестая... Ну, там до шестой надо терпеть, чтобы играть. До шестой, во-первых, там они очень долгие, сложные, там просто письку выдавливать. Там открывать надо двери, подходить, ой, я просто, я помню, как это выглядит, ой, это, ой. Во-во-во-во. Там ещё, когда первая на Дэндике ещё вышла, там именно реально ты на чёрном фоне просто по контурам ходишь, и там просто из ниоткуда пиксель выходит, а это враг там, босс спас. Да-да-да, или это надо разговаривать с ними. Да-да-да. Там луки. Хотя иногда хочется всё-таки это всё вот вникнуть, проникнуть, и там, на самом деле, каждый раз ещё достаточно глубокий сюжет. То есть, начиная ещё с Дэндика там, это, конечно, немыслимо на самом деле, но да. Ну, так вот, шестая, седьмая, восьмая часть, которые как раз одновременно с третьими героями были, они классные. Я до сих пор каждые, наверное, года четыре их перепрохожу, ну, какую-то из них хотя бы, и прям балдею, да, с видос. То есть, когда-нибудь, может быть, даже постримлю, потому что, блин, это стоит того. Вот. А теперь ты расскажи, какие у тебя вообще эмоции вызывает такое словосочетание, как третий герой, и вообще, чё, как там, и да. Третий герой, я в основном, короче, не проходил сюжетку, я суперлюбил. Во-первых, у меня будет к тебе потом вопрос чисто такой, именно по героям, потому что, знаешь, но сейчас я просто скажу, что я, у меня был на диске почему-то самая популярная героя третья была, были эти, клин, не, не клинок Армагеддона, а... Дыхание смерти. Дыхание смерти, да, Дыхание смерти. Почему-то самые, я не знаю, почему они самые популярные были, короче, в основном я в них играл, вот, играл просто в обычные карты, тупо в карты играл, не в компанию, а тупо карты, короче, раскладывал, скажем так, вот, с компом. Причём стал восемь компов, короче, или сколько их там максимум, шесть, я уж не помню. Восемь. Вот, и, короче, да, и сидишь, балдеешь, и самое классное мне было именно, то есть я это абсолютно бесцельно делал, то есть просто именно по детям, у меня именно был мозг чуваков, которые сейчас в Майнкрафт играют, или в Фолочи делают пушки. Я, короче, именно полностью... Естественно, все остальные шесть игроков примерно отсекались, оставались вот я и последний комп. И именно мы уже были в той стадии, когда просто супер-мутанты-чуваки, уже у них миллионы, короче, армий, орды, в каждой клетке. И у чувака, и у меня, у компа, и ещё миллионы орды везде стоят на родившихся чуваков, которые охраняют где-то чё-то, где мы не пробились. И, короче, мы по одной писечке захватываем друг у друга по одной, короче, шахточке. И я именно злился, когда он у меня шахточку захватывал. И там именно чуть-чуть были схватки, но мы именно не... Практически это была холодная война, я тебе скажу. То есть, у нас была такая Россия-Америка, короче, с компом постоянно. Я доводил каждую карту вот до этого дерьма, и именно сидел просто в засаде, сильно, сильно наращивал. У чувака, естественно, автоматически тоже всё наращивалось. Вокруг всё, прирост всех был. И я, короче, сидел вот в этом окружении всего, в золоте купался, миллионы, деньги некуда девать, всё настроено, отстроено везде. Короче, ну, почему это смешно? Это смешно? Хотя там вроде как шахты заканчивались, насколько я помню, и нужно было перебираться и каким-то образом захватывать. Да не, шахты там точно не заканчивались. Это тебе не рудник в Warcraft. Да-да-да-да-да, вот, короче. Ну вот, такая хрень. Короче, с Героями 3 у меня много сейчас связано. В Герои 4 я чуть-чуть играл. У меня был диск, немой, насколько я помню. И Герои 4 мне запомнились тем, что там очень вычурные интерфейсы. Как-то они больше добавили всего, больше деталей каких-то. Видимо, хотели чуть усложнить, ну, сам по себе вид, то есть как-то, ну, совершенствовать его тем самым. Но как-то Герои 4, ну, не знаю, в общем, они прошли мимо. Герои 5 я ставил у себя на старые компы, на которых у меня лагали они, поэтому я не стал в Герои 5 играть. Вот. Я их уже видел, по-моему, то ли у тебя, если ты со мной, мы играли с тобой в Герои 5, я тебя уже не помню. Вот. В 6 мы играли с тобой и с Ваньком. Возможно, в 6. Не знаю. В 5, может, тоже играли. Но это было как-то на рубеже школы и универа, поэтому я не знаю даже, насколько. Да, скорее в 6, да, скорее в 6. Вот. А в Might and Magic вообще в серию, я только видел стримы по ней, я вообще не играл в Might and Magic, то есть я не знаю, как там. Поэтому я не знаю, какая там компания и какой там великий сюжет. Но, как я понимаю, там все-таки продумано, прикольно. Потому что сколько ты рассказывал всего, и то, что там есть вот эта вот спойлер-хрень с чуваками техническими, что там это все на самом деле другие планеты, инопланетяне и так далее, что это комп там на самом деле, и опять же, и т.д., и т.п. Вот это интересно. Это интересно. А так вот, вопрос. Сюжетно там гениально. Давай вопрос. Да, вопрос. Смотри. Почему всегда, если ты хоть раз понял, где находится Героаль на карте, то он всегда там есть? Ну, я имею в виду, опять же, не компанией, а одиночку. То, во-первых, ты можешь теперь тем самым понять вообще, хоть где Героаль можно выкопать. На любой карте ты знаешь, что он в серединочке находится, на перепуте дорог. Ты приходишь туда, копаешь, и у тебя Героаль. То есть это так задумано, типа? Или он как-то перемещался, или тебе надо саму кастомить карты, типа, и никто никогда так не играет. Ну, типа, все же знают, где Героаль находится, по сути. Вот я не готов вообще с тобой разговаривать, потому что, во-первых, я такого не замечал. То есть я каждый раз собирал обелиски, и он всегда в разных местах был. То есть реально, то там слева от указателя, то на перекрестке, то вообще в болоте в каком-то. То есть я не заметил. Да, я, возможно, в одни и те же карты играл. Да, да, либо ты на ту же карту играл, по бреду, и там действительно он не кастомился. По доте. Вот. Потому что, в принципе, в компаниях их никогда не отграли. Хорошо, а если ты, допустим, мультиплеер играешь с чуваками, вы же оба знаете, или все, и не только оба, а все знаете, где Героаль на этой карте, если бы вы раньше ее исследовали и выкопали там Героаль. То есть, по сути, вы можете туда устремиться, до нее, правда, дойти еще надо до этого Героаль, там говна поесть, но можете устремиться и откопать себе его. Я уж не помню, что он дает, стоит у тебя в замке, что-то там по бреду. Ну, ты строишь одно здание, которое тебе дает 5000 голода каждый день, потом плюс 20%, если не плюс 50, к приросту существ, и какое-то, возможно, еще одно говно. Либо я уже путаю с шестой частью, в шестой части еще и какое-то одно говно. То есть, каждый раз уникальное для каждого города. Вот. И я не знаю, как в мультиплеере. То есть, опять же, я не знаю вообще, что там по мультиплееру, и, соответственно, я не совсем знаю, как там это кастомится. То ли реально все на перегонки бегут, то ли это считается зашкваром вообще играть на карты, где есть Грааль. Или копать его вообще зашквар. Да, да. То ли, не знаю, то ли он там именно на мультиплеере, он каждый раз в разном месте. Не знаю, просто это... Это даже, кстати, интересный вопрос. Вот. Трестный вопрос. Просто видишь, чтобы его откопать, чтобы... Тогда, получается, подсказки должны по-другому тебя вести. И тогда вообще там должен быть ИИ, который выстраивает на карте. На одной и той же карте каждый раз в разных... Ну, это такое, короче, интересно. Напишите в комментариях, по-любому у нас есть знатоки. Вот. Да, кстати, да. Во-первых, по-любому есть знатоки. Во-вторых... Во-вторых. Во-вторых, здесь... Тут, во-первых, есть куча историй именно на хабре. От чуваков. Да, да, да. И насрать на них. То есть, как бы... Согласен. Мы своих только что нарассказывали. До хрена. Вот. Во-вторых, тут в конце есть оброс. Вот. И мне теперь интересно, ты бы какой замок выбрал? А, какой бы я замок? Я, естественно, естественно, зачастую играл оплотом. Угу. Вот. Но я думаю... Подожди, верни-ка обратно картиночку. Я просто все еще смотрю на твой экран, ты его все еще расшариваешь. В общем, я у себя тоже могу посмотреть, но именно верни-ка картиночку. Естественно, два. Мне нравился три. Ты мне потом скажешь, я просто не профессионал, и поэтому я не знаю, какой именно имба, а какой не имба. Я знаю, что там, наверное, баланс какой-то был, но я просто знаю, что там были какие-то крутые именно замки, за которых круто. Ну вот второй, третий мне нравился. Прикольный, магический. Часто я играл за шестой, потому что прикольно, потому что там всякие такие степные чуваки. Пятый, я не помню, что такое. Это что такое пятый? Пятый, это подземелье. Это как раз где троглодиты, гардиты, а семь тогда... Медузы. Семь это болото, это там, где гноллы, лизардмены, светлетьи, всякие змейки, летающие виверны. Я понял. Не, я вот ни то, ни то, классный, инферно, естественно, инферно классный, четвертый классный. Ну первый я не буду дефолтный называть, такое. Восьмой со скелетами, классный, мне нравится некрополис. Возможно, я даже его поставил вторым у себя, но естественно, я за оплот играл больше всего, поэтому да, оплот. А девятый, это что-то какая-то хипсерская хрень. Девятый сопряжение, которое в клинкер Магеддона появился, и там всех элементарий объединили в один замок, сделали у них улучшенную стадию, добавили туда фениксов, и вот он считается самым незабалансенным, самым имбовым. Ну хорошо, а кроме него? Ну кроме него все в принципе достаточно сильно забалансено, причем, ну вот знаешь, те, кто любят магию, они традиционно играют либо за башню, либо за вот эту хрень, подземелье, либо за некрополис. Почему? Потому что в них, а, ну еще инферно. Это четыре замка, в которых гильдию магов можно до пятого уровня прокачать, в других нельзя до пятого, то есть в оплоте и в замке до четвертого, в сопряжении не помню, а в цитадели и в болоте до третьего всего. Там тупые эти печати. Да, 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 там они максимально немагические. Вот, и причем в башне магов была еще библиотека, в которой ты еще плюс один спелл на каждый левел гильдии магов. То есть это именно традиционно магическое дерьмо. За варваров играют те, кто за атаку, потому что там в каждом городе можно построить зал вальгала, который плюс один к атаке еще дает. В болоте те, кто играют в деф, потому что там в каждом здании можно построить стену, которую плюс один к дефу дает. То есть как бы это на самом деле зависит от стиля игры. От стиля, от стиля. Ну что-то до свидоса не продумали. Ну давай теперь ты свои расскажи, топ. Мой топ первый, это естественно Castle. Дефолтная тема? Да, да, да. То есть кроме шуток второе это подземелье. Он, он, но он реально крутой. То есть там все юниты классные, кроме, например, Медуз не улучшенных, потому что у них всего четыре выстрела. А вот на третье... Не, ну ты, подожди, ты оцениваешь вообще полную и как бы как тебе нравится именно просто внешне и геймплот. Да, ага. И третий это оплот, наверное. Во-первых, потому что у них Пегасы очень классные. Во-вторых, Золотые Драконы, они не самые далеко сильные юниты седьмого уровня, но одни из самых инициативных. То есть они ходят чуть ли не первее Архангелов. Ну не первее Архангелов, конечно, и Арх... Арх... Девилов. Но они достаточно первые ходят. Вот. В принципе, за варваров часто играют в масс-слоу или масс-хейст. С супертактикой выставляют их на центр, делают масс-хейст и тупо рашат, сразу всех убивают и всё. Или делают масс-слоу у врага и, соответственно, тоже тупо рашат и всех убивают. То есть тут как бы много есть именно классических схем. Вообще, третий герой это как шахматы. То есть там уже есть классические маты, так сказать, классические ситуации, как ты через какие спелы играешь, даже какими-то героями играешь. Потому что ты же знаешь, что там у героев у всех фиксированная специализация. У кого-то на какой-то спел, у кого-то на каких-то юнитов, у кого-то на какой-то навык, например. Есть там условная сорша, если я правильно помню, которая на свортсменов у неё улучшение, она с каждым уровнем, у неё мечники и, соответственно, крестоносцы сильнее бьют, например. И всё, это до свидоса. Они у тебя там на 30-м уровне, у тебя именно этот стак, он просто убивает хоть что-то, условно говоря. То есть там именно тактики через конкретных даже героев сделаны, и ты просто видишь, что если кому-то на старте попал именно этот герой, то ты, скорее всего, уже отсосал. Ну я утрирую, конечно, но там ты реально, ты практически даже ходы уже можешь. Когда ты много играл, ты предсказываешь ходы других людей, как они будут сейчас ходить, какую они шахту на первом ходу захватят, что на втором построят, на третьем, и ты уже, в принципе, когда с ними встречаешься там на каком-то условном, там на второй неделе первый раз, ты уже знаешь, кого ты встретишь, как там и так далее. То есть там очень мало уже даже случайностей в этом всём происходит, когда ты уже как машина играешь, как в шахматы просто и всё. Вот. Ну да, это да. У меня просто был основной кайф именно дойти до последних юнитов, построить все здания, именно вот такое, типа, короче. Ну вот. Ну это прикольно. У меня ты пропал, Читарик, поэтому это тем смешнее будет, что ты меня сейчас повторишь, а у зрителей-то у них не пропадёт, потому что они твою чистую дорогу получают. Да, так вот. А вот ты, кстати, просто выруби видос, чтобы на всякий случай вдруг мы что-нибудь прерываемся из-за этого. Скорее всего, так и есть, да. Что хотел сказать? Хотел сказать, что я просто любил дойти до последних юнитов всегда, это прикольно. И дойти до последних зданий всех, построить всё, улучшить там, и улучшить парапет, как говорится. Ну, вообще, опять же, в любых стратегиях, хоть в реал-тайм, хоть вот в пошаговых, очень часто в мультиплеере так нельзя ходить, от разве с ними играть. Ну, конечно, так никто не играет. Конечно. Потому что тебя быстро рашанут как бы. Тебя просто вон теми степными челиками прибегут сразу и одним этим... Да, одним стаком у тебя всех убьют, потому что ты всё ещё в деньги вкладываешься. Ну, я утрирую, как бы в деньги надо вкладываться по первую неделю как минимум там. Хотя, опять же, зависит от того, в какой ты замок играешь, потому что, например, если ты играешь за болото, если ты начинаешь на карте с большим количеством денег, можно на первой неделе уже до гидр дойти. То есть там просто три здания нужных построить, так сказать, и всё. То есть это, опять же, зависит от стиля и от того, как ты и что ты будешь. Вот. А что касается Might and Magic, там, вот знаешь, вот мы же с тобой смотрели, да, «Клинику», ну, хотя бы там какие-то серии там, я не говорю полностью, хотя, может, ты и полностью досмотрел. Я полностью смотрел. Вот. Мы когда, вот я ещё в школе её начинал смотреть, мне это казалось достаточно абстрактным дерьмом. А потом, когда уже ты смотрел, мне так понравилось, как ты мне сказал, типа, Саня, ну, ты же понимаешь, что они в итоге всё равно все друзья, типа, они вместе туськают. И хоть они там сильно троллят друг друга, то есть, ну, не то, чтобы я там прям обижался бы на это, но откровенно они там как враги себя ведут, потом они в итоге там в баре вместе бухают, и типа, они друзья всё-таки. Ну, да, да, да. И потом ты, когда уже более взрослый это смотришь, ты реально видишь, что как бы, ну, вообще-то, ну, реально они себя там ведут как друзья, просто там, ну, показывают там тупые схемы, но типа, если просто абстрактно посмотреть, то это обычная, так сказать, ну, жизнь. То есть, ты это настолько воспринимаешь поначалу, когда маленький, как сериал, что ты не видишь, что на самом деле, как бы, в принципе, про жизнь. То есть, там, у тебя ещё нету там жены, мужа, и ты не можешь понять вообще отношения в семье. А когда у тебя уже есть жена-муж, ты уже смотришь, и ты уже ржёшь над другими, так сказать, шутками, над другими прикольчиками и так далее. Вот так и в Might and Magic. На самом деле, ты когда просто поначалу играешь, тебе что-то прикольно и так далее. А потом, когда вот сейчас я уже, допустим, вспоминаю сюжеты или играю, они на самом деле там соблюдаются, как во всех классических там романах. Там архетипы есть, там, в принципе, там крутые сюжеты, именно очень чётко выстроены, с хорошей композицией, с твистами там и так далее. И как-то вот более полно начинаешь это воспринимать и даже круто. Опять же, вот именно поэтому реиграбельность есть, потому что ты на это смотришь и, блин, каждый раз по-новому это воспринимаешь. Это интересно. Да, да. Ну, мы поностальгировали, пойдём дальше. Следующая темка, это нам предложили её, нам предложили её, фронтендер причём, предложил. Что подарить на 23 февраля? Предлагает он. Статья с... Точнее, подожди, он предлагает... А, ну, понятно. Первая статья это то, вторая статья это с IndieGoGo ссылку из хабр.com, да, на хабре написано «Статья про минет. Учёные обработали 109 часов орального секса, чтобы разработать ИИ, который сосёт член». Вот так вот. И, на самом деле, статья достаточно односторочная. Так, даже несмотря на то, что тут написано какие-то великие расчёты и так далее, просто чувак делает, в принципе, проект автоблоу, просто автоблоу. и он, значит, выпускает новую версию автоблоу проекта, который, в общем, это механическая хреновина, которая делает минет. То есть, именно, скажем так, робот, который будет скоро отнимать у кого-то работу, как мы знаем. Вот, значит, все же роботы отнимают работу. Так вот, этот, значит, робот, он тупо делает отсос, причём, естественно, тупорылым способом, абсолютно просто, ну, по какой-то там, по какому-то алгоритму, условно говоря. И чувак задался вопросом, чтобы сделать это более умно, чтобы, как бы, более фаново, соответственно, его продукт лучше продавался. Всё достаточно прозаично. Он решил использовать чуваков, которые знают, как можно это улучшить, а чуваки там практически доктора PHD. Вот, не побоюсь этого слова, там чувак, который придумал, как это всё улучшать, думать, он PHD-шный чувак. То есть, это не просто школьники собрались, нет, это целая группа чуваков, учёных, инженеров, которые тоже, опять же, не хотят себя называть, потому что, это всё-таки не очень репутационная такая тема, чтобы ты делаешь не какие-то великие открытия, да, а пишешь искусственный интеллект для хреновины, которая будет делать минет. Соответственно, ну, что могу сказать? Действительно, была написана формула определённая, причём, чуваки, соответственно, раз вы понимаете, что это искусственный интеллект, раз это машин-лёнинг, раз это надо обучать машину, которая по какому-то алгоритму, там, по какой-то там формуле будет высчитывать, как двигаться потом уже роботу. Они что сделали? Они, можешь на гифочку перемотать, сделали, короче, сделали такую хреновину, что человек, то есть, человек учит машину, я напоминаю вам, машин-лёнинг, человек смотрит порно 109 часов, вот, смотрит порно 10 часов, как говорится, и повторяет полностью движение вот этого вот ползунка, то есть, повторяет движение ползунка, ну, как в порно, соответственно, то есть, движение головы, и просто хреновина учится сама, она запоминает там и анализирует все эти количества, огромное количество данных, координат там и так далее, и так далее, вот, и это всё потом может применять. Вот такой проект, короче, чуваки просто поржали, что сделали вот такую хреновину именно, причём здесь по бреду мужик именно, мужик двигается, слайдермен, они его назвали, это смешно, вот, это смешно, вот такие вот передовые технологии. В принципе, всё. Слушай, всё. Какой итог? И хочется какой-то, знаешь, вывод из этого всего сделать. Как ты считаешь? Будет ли такая хреновина вообще отнимать работу у честных людей? Ну, мне кажется, это всё равно будет такая достаточно фриковая хреновина, хотя, опять же, кто тут сознается, что называется? Нет, во-первых, нет, а может быть, мы просто с тобой как старпёры думаем, может быть, это сейчас уже абсолютно нормальная вещь. Ну, не знаю даже, не готов тебе ответить. Ну, вот, короче, такая хреновина. Мне просто, честно говоря, в итоге понятно, что они собрали не 50 тысяч, а сейчас скажу, сколько уже, 431, ну, 432, считай. Ну, короче, они точно на этот проект собрали, я так понимаю, что он будет сделан. Там такая штука, здесь, да что это похоже, блин, это какой-то, как будто кухонный какой-то прибор, типа чайник поставить. вот какая-то такая пластмассовая хреновина, и там внутри уже сама эта резинка. Ну, смешно. May 2019, собственно, estimated delivery. А ещё можно заказать? Кроме шуток, да. То есть, даже один VIP-пэккетч остался ещё за 200 баксов вместо 300. Ну, не знаю. Но здесь, кстати, вот можешь перемотать у них на Indiegogo. Здесь есть гифочка, где много разных режимов показывается вот этого натягивания и оттягивания письки резиновой. Видишь? И там, ты перемотал вообще? Да, да, да. Там после Vimeo видоса. Вот, короче, и видно, что в натуре разные режимы, она там умеет по-всякому кастомить. Но я уж не знаю, насколько это на самом деле она будет думать, когда нужно что применять. То есть, не знаю, насколько она хорошо обучилась. Вот это вопрос уже к их диссертации, к их ИИ, к их вот этому труду научному. Не побоюсь этого слова. А самое главное, интересно, они как аналитику будут собирать. Ну, типа, знаешь, на каких режимах отключают, так сказать, раньше положенного, на каких доходят до конца. Чтобы переделать, типа... Чтобы, да, их десятый AI-режим. Апгрейдить. Чтобы он апгрейдился там и так далее. Возможно, Яндекс.Метрику подключит. Яндекс.Метрику. Специально для этого отдельный модуль Яндекс.Метрику. Что только не придумают, короче говоря. Вот. Но, наверное, по тебе, возможно, это просто мы уже старики. Всякое может быть. Давай пойдем к нашей старческой теме, которая дальше будет. Это наша поддержка. Если вы хотите, например, поддержать нас, и вы, ну, чтобы, знаете, хотите старыми методами, такими, дедовскими, абсолютно, не, как бы, достать себе удовольствие какими-то новыми методами, а с такими дедовскими методами, все еще у нас есть Patreon. ewebdesign.ru slash Patreon, точнее, patreon.com slash ewebdesign, хотя, наверное, ewebdesign.ru slash Patreon, там ничего не будет, там будет 404, скорее всего. Я сейчас проверю, мне кажется, я что-то делал, но я просто тоже проверю, мне интересно. ты посмотри, посмотри, да, вот, а на patreon.com slash ewebdesign не будет 404, там будет наш проект, созданный на Патреоне, и я вам, смешно, я вас супер, супер призываю это сделать, почему? Потому что вы не просто здесь, здесь какой-то диалог появляется, как только вы становитесь патроном, это не просто один раз закинуть какую-то поддержку, хотя это тоже приветствуется, это классно, но это какой-то диалог, во-первых, потому что патроны, имеют доступ к друг, ну, не только к подкастам, но и к другому классному контенту, типа, прешоу, у них есть возможность получить стикеры, короче, в общем, патрон, это все-таки звучит гордо, поэтому patreon.com slash ewebdesign, вот. Ну и всегда приятно, я напоминаю, мы там некие небольшие отчетики пишем, что вот купили микрофон, что там, просто разговариваем с аудиторией, пытаемся общаться, как-то чуть-чуть, делать что-то для патронов, так что, чуваки, давайте. В принципе, любой поддержке на патреоне, мы супер рады, каждый раз мне Саня скринит из своей почты, что ему пришло, типа, вот новый подписчик на патреоне, и мы супер рады. Мы практически, нам даже машинка после этого не нужна, минетная, у нас и так все нормально после этого. Да. Хочется просто еще ответить, что пришел. Ты сказал про него или нет? Да, чуть-чуть сказал, но можешь развернуть. Просто вообще, мне кажется, что вот это пришел, оно скоро большую ценность будет иметь, чем подкаст, потому что там, там какие-то именно истории из жизни, и потом их, мне кажется, уже продавать можно будет отдельно, потому что мы уже просто... Их будут на радиорынке, мужики такие в этих, в пальтах стоять? И как транзисторы, да, из-под пола их продавать, потому что, потому что. Потому что, Как Оззи Осборн, и просто там про нас будет опять же история о том, как они там начинали и так далее. Мы скоро разговаривать уже, как Оззи Осборн, и мы будем вон так, вон... Просто на все говорить факт, и все. Факт ее. Да, и короче, следующая тема, друзья мои, Патреон, молодцы, подписались, сейчас прям нажали, два бакса занесли, а лучше двадцать, два. Следующая тема, восемь знаков, что ты гик написан. Ну, это такой жесткий перевод. Вообще, если придерживаться жесткого перевода, если гик переводить на... через какой-нибудь Google Translate, то будет, знаешь, всякое. Будет, например, выродок. Как тебе такое? Восемь знаков, что ты выродок. Нормально тебе? Нормально. А где были выродки? В обитаемом острове или где? Да-да-да, по-моему, да-да-да, в обитаемом острове, во-первых. Ну, мне как-то сразу ведьмак представляется, хотя там вроде в ведьмаке не особо по выродкам. Не, ну, там может быть, что-то ключевое слово его именно выродком называли. Его, да. Приблуда его еще там называли. Приблуда. Никак вы, блядь, не научитесь еще. Вот да. Bad language. Короче, 8 знаков, что вы выродок. Первое, первое, вы дохрена лояльны к тому, что любите. То есть, у вас есть какое-то хобби, и вы им супер увлекаетесь, и находите вообще, вот, любое, всегда у вас есть время, чтобы заняться этим хобби. То есть, у вас есть какое-то, просто что-то интересное, что-то вас интересует, вы всегда можете все отложить и заниматься этим хобби. То есть, вас ничего не интересует в этот момент, когда вот вы находитесь один на один с этим, с чем-то. Не знаю, со звездными войнами, например. Ну, что-то такое банальное, я говорю, но, может быть, я не знаю, может быть, что-то более такое, знаешь, чем мало кто занимается, там, собирать, Собирать какие-нибудь салфетки Из разных кафе, в которых вы были Это же фетиш Какой-то, но в принципе Да, как минимум И просто здесь клишированный Такой гик показывается в этой статье И мне не очень нравится это Потому что выродок какой-то Тут именно чувак такой геймер Чувак, который Играет в игры Но сейчас, к сожалению, в игры играют все вообще Или к счастью И поэтому сейчас уже просто Ты скажешь самому там Дефолтному, как раньше вот Были клишированные гики Типа геймеры, да, а были там Какие-нибудь такие, знаешь, американские спортсмены Такие чуваки, которые в американский футбол играют И бьют гиков Между игрой в футбол Сейчас эти чуваки Они играют больше, чем гики, так скажем У них есть Fortnite, у них есть Кому подражать, Дрейки, которые тоже Играют типа Fortnite, один раз сыграл На пиар-хрене Вот, то есть, короче говоря Это все Короче, массовая культура теперь Поэтому не хочется ограничиваться Только вот именно таким стилем Будем говорить про салфетки Из кафе Ну или что-то может быть сложное Может быть вы собираете микросхемы дома Почему нет? То есть это нормально Физику учите Электронику, электротехнику Это ты предваряешь как будто бы Следующую же темку Но, наверное, вряд ли Да Я пытался, но Do you see yourself Короче, видите ли вы себя Как человека такого отдельного Такого отрешенного От общества От других людей То есть вы такой чувак Который как бы Видит себя Может быть в чем-то уникальном Может быть в чем-то другим Таким иным Как в ночном дозоре Вот Ну потому что тупо Вы увлекаетесь чем-то А все остальные банально Не увлекаются Все остальные там Американские футболисты Окей Третье Вы себя Чувствуете как будто вы Этноцентрик Здесь это так написано На самом деле Опять же чувак такой Который Себя ведет очень странно В обществе Он такой типа Какой-то странноватый Со странными своими Какими-то словечками Вот как у нас Мемами локальными Бесконечными Причем абсолютно Которые можно Мы можем локальными мемами Разговаривать так Что нас просто Никто понимать не будет И это будет Будет очень странно выглядеть Вот Хотя это почему-то Здесь называется Этноцентрик Но не знаю Этноцентрическое Хрен его знает Окей Четвертое Вы Короче Просто забываетесь Забываете Забываете себя Спокойно В своей Вот Вот этой вот В своем В своем Хочется сказать Passion Ну в общем В своем Короче Таком Короче У вас просто страсть В своей страсти К чему-то Да Не знаю Опять же К собиранию салфеток Далее Да Do you have An Insatiable Need to know Everything Короче Вы хотите До свидос Знать все Об этой области Которой вы интересуетесь Допустим О салфетках Например Вы узнали Что Это же На самом деле Вот я сейчас Привел пример Он достаточно задротный Например Вы По Шелдону Который изучал флаги Только вы Например Узнали Что Именно Короче В Макдональдсе Который Находится В другом Городе Именно В этом Городе Только В каком-то Конкретном Макдональдсе Другие Салфетки Не как Во всех Остальных Макдональдсах И вы Короче Задаетесь Этим Вопросом До свидос Изучаете И едете Туда И коллекционируете Именно Вот эту Салфетку Короче Которая Именно Из этого Которая По-другому Выглядит Там М не такая Как В других Например Вот Мне даже нравится Мне уже Самому Захотелось Согласен Согласен Вот Короче Далее Do you take pride In your expertise Короче Вы просто Гордитесь Тем Насколько Вы подкованы В этом То есть Вы Можете Любого Чувака Салфетыча Заткнуть За пояс Нахрен Тем Что знаете Где Какие Салфетки Находятся Вот И где Они Печатаются Из чего Они Печатаются Из каких Материалов Какой Лучше Вытираться Салфеткой А какой Подтираться А какая Трехслойная А когда Ввели Двухслойные Салфетки Какие-нибудь А когда Салфетки Стали Приходить На убыль Когда Пришли Полотенца В общем Вы понимаете Вы шарите В этой Области До свидос Седьмой Пункт Короче Вы имеете Свою нишу То есть Например Вам нравится Только белые Салфетки Собирать Здесь на самом деле Такой Типа Дефолтный Пример Вы там Андроид Или Айос Задрот Там Иксбокс Или Плейстейшн Да Вот Ну примерно Такое То есть Вы выбрали Свою нишу То есть Вы собираете Только Квадратные Салфетки Или только Салфетки Для Рождества Например Как вариант Ну и Восьмое Вы Короче Are you willing To stick To eat Till the end Ты хрен его знает Будете Короче Типа До конца Придерживаться Вот этого Вот То есть Вот этого Своего хобби Или какого-то Своего увлечения Будете до конца Короче Ну там Даже если вам Кто-то скажет Что это отстой Вы все равно Будете продолжать Идеализировать его Или Вы будете продолжать Несмотря ни на что Даже если оно начнет Ну там Потихоньку Скатываться Салфетки Станут Однослойными И так далее Вы все равно Продолжите их собирать Потому что Вы уже Ну как бы Задротны на этой теме Как бы И вам нравится Ну вот такая Тема Как тебе Как сам Ну слушай Во-первых Выродок или не выродок Мне понравилось Что ты это Обернул Так сказать Завернул в салфетку Потому что Как-то это Да Уже не так Скучно Как про геймерство Хотя Ну как бы Это видишь Это даже Вот гик Не как Субкультура А гик Как устройство мозга Что называется Состояние души Да Ну или состояние души То есть здесь Именно Речь о Гиках Гиках Которые Прям Вот Просто Они так живут Они на самом деле Во многих вещах Так подходят То есть они Я бы сказал Они даже не могут По-другому Ну да То есть они И едят Так Там Я не знаю Обувь так носят Там Я не знаю Садят что-то так То есть если Он гик То у него все Такое По полочкам Как-то там Сделанное Ну или там Гиковость Это условность То есть это Не обязательно Именно задротность Задротность Может быть там Нестандартный подход К чему-то Или что-то еще То есть это Достаточно широкое Понятие Вот Ну выродок То есть Я честно говоря Даже не помню Откуда вообще Эта тема К нам попала Вот И вообще Я этот сайт Первый раз вижу Хонг Киат Вот Возможно Это все просто Вирусная реклама Этого сайта Не знаю То есть Я уже не помню Какого хрена Такая дженерик темка Вообще попала К нам В подкаст Может быть Я просто хотел Как-то вот Мне просто Знаешь В какой-то момент Вот в обиход Вошло слово Гик То есть Наверняка Слово лет 20 И еще те чуваки Которые оригинального Стартрека В книгах читали Друг друга Гиками называли Вот Так это да Мне кажется В наш обиход Это вошло Когда первый сезон Теории Большого Взрыва Вышел Примерно тогда Да Мне тоже кажется Что это популяризировало Сильно Всю общую тему Везде Вот И в тот момент Уже как бы Стало скучно Уже неинтересно Было быть гиком Потому что Уже много Слишком об этом Говорят А часть Гиковости Она в том Что там Не все вообще Понимают Какого хрена И так далее Ну мне так кажется Ну конечно Конечно Вот Поэтому Ну посмотрим Что еще будут Говорить про это Там Что-то Но мне кажется Уже сейчас модно Все-таки Какие-то там Трансгендерные штуки Вот это уже Интереснее Уже вот Да Это мы рассмотрим В следующем подкасте Согласен Да Ладно Следующая тема Тоже так сказать Про гиковость Тут чувак Я только кстати Так и не понял Вообще Это типа Написал Лаборатория Касперского Эту статью Вот Но мне В ней Вполне конкретный Человек говорит Там Я Я Я Ну вот F15 Я уже вижу Автора публикации Вот В чем суть Он говорит о том Что типа Я вот интересно А в какой момент Электроника становится Винтажной И так далее В общем У него задача Вот у него есть Условные деньги И он думает Насколько Ну вот И ему надо Собрать комп То есть там Не обязательно Для игр Хотя и для них Например В том числе Что сделать Купить Купить типа Сейчас Какое-то Средненькое Железо Из современного Ну типа Железо Там 2К 18-го 2К 19-го Годов И собрать Средненький Такой компьютер Либо Заморочиться Накупить Бэушного Говна Десятилетней Давности Но супер Топового И типа Будет ли Вот это Супер Топовое Железо Десятилетней Давности Более Производительным Или хотя бы Сопоставимым Производительным Современным Ну то есть Ты можешь Да себе представить Типа Чего лучше Сейчас взять Самый дешевый Компьютер Или собрать Себе сервак Десятилетней Давности Условно Так Вот Мне в принципе Почему это интересно Во-первых Ну потому что я Объективно 10 лет назад Железом увлекался Может быть даже Больше чем сейчас Хотя я как бы И сейчас в теме Что как Особенно в те моменты Когда мне Ну там Надо вникнуть Там мы там У нашего компьютера Апгрейд какой-нибудь Делаем Или что-то такое То есть иногда Я погружаюсь В это там Прям ныряю с головой Так сказать Вот А Вообще 10 лет назад Я просто У меня было много Свободного времени Я был Что называется Гиком И я следил за этим Мне было просто Это интересно Поэтому тут как бы Про компьютеры С тех времен Почитать Всегда прикольно Вот Ну и короче говоря Он смотрел Вообще он тут Рассказывает о том Что Вообще Давайте вспомнить Что такое 2К9 год Еще выходит Только первая версия Андроид Потом там Еще нету Айпада Выходит только USB 3.0 Windows 7 Minecraft Uber Запущена Кстати первая сеть LTE Facebook наконец-то Стал популярнее MySpace То есть это вот Кстати Kickstarter Тогда же появился Вообще Представь себе Что Kickstarter Появился Тогда же Когда Windows 7 Это страшно Если честно То есть Мне кажется Kickstarter Это что-то Из нового Такого Да-да-да Новье как будто Вот Но нет Поэтому Да Это странно Ну ладно Неважно Странно и странно Короче говоря Он вспомнил Вообще Что тогда было Популярно Он говорит о том Что В 2009 году У него был 775 сокет Вообще Ты помнишь 775 сокет Это Core 2 Duo Core 4 Quad Или Core 2 Quad Ну Окей То есть Они там тоже Были 6 серии Типа 6600 6200 А потом А потом Уже был Core 2 Duo 8200 8400 8500 8600 Как сейчас Помню То есть Это уже Такие Чуть-чуть Посовременнее Потом Пошли уже I То есть I7 На 1366 сокете И потом Уже Появился Там Пошли дальше И так далее Вот Но потом Он вспоминал Что Тогда только DDR3 появился То есть Завершился Переход И у меня На самом деле Была Мать В тот момент На P45 Чипсете С 775 сокетом Который поддерживал И DDR2 И DDR3 Память Жуткое Говнище Было Особенно С учетом Того Что я Уже Тогда Любил Разгонять Всякое Вот И Материнки Гибридные Они Гнались Вообще Противно В принципе Я не очень Понял Зачем Они были Нужны Для тех У кого Не было Денег На полноценный Апгрейд И они Постепенно Так сказать Переползали Сначала Материнку Купили А потом Только Память Обновили На DDR3 Вот Ну короче Это Так Так себе Была Хрень Вот Поэтому Он Реально На ebay Стал Так сказать Закупать Всякое Вот Купил Себя Asus P6T Это Самая Базовая Матплата Как раз Той серии С чипсетом X58 Это Геймерский На самом деле X чипсет Который Именно С 1366 Сокетом Вот И в тот момент Когда он вышел Его было Странно Покупать То есть Он был Сильно Дороже Чем 1166 И соответственно Какой там был Еще 775 Вот Но Сейчас Они стоят Не сильно Дороже Чем Говнище Того времени Поэтому Его и есть Смысл Купить Вот Он его Покупает Покупает Проц i7 950 За 5000 Рублей Причем Он покупает Такую матку Такой проц И 6 гигов DDR3 памяти Тремя модулями То есть Три по два Вот Причем П6 П6t Это Самое Говнище Из Х58 Поэтому В принципе Мог бы Получше Чуть купить Получше Разогнал Потому что Забегая вперед Он разогнал Свою конфигурацию Вот Хотя Уже Уже В той Материнке В принципе Была Шестиканальная Звуковуха То есть 5.1 Можно было Воткнуть Даже Возможно 7.1 В том числе Там была Оптика И Коаксиальный Цифровой Выход То есть В принципе Звук Уже Тогда Можно Было Какой-то Нарубить По крайней мере Многоканальный То есть По качеству Он конечно Внешнему Креативу Уступает Серьезно Но Тем не менее Прикольно Вот Потом Он покупает За 500 рублей Видеокарту 9800GT Кстати На картинке GTX Я не знаю То ли он ошибся То ли картинка Другая Вот И у У меня На самом деле Такая валяется На антресоле Я до сих пор Не знаю Что с ней сделать Походу Может за 500 рублей Продать Ну На барахолке Либо Купить За 5000 Материнку С працом Либо Собрать Компункер Вот Причем Он еще здесь Троллит Что в принципе Девятая серия Nvidia Она мало чем Отличалась от восьмой И была просто Дороже А я как раз Видишь У меня была 9800GTX Еще и Asus Предразогнанная То есть Я максимально В тупую бабки Потратил Ну и я Собственно Я помню Как сейчас Как это было Что после этого Вышло 260 Nvidia Через там Я не знаю Полгода Меньше даже И я локти сильно кусал Потому что вот 200 это уже сильно круче было На основе архитектуры Теслы было И как бы Я прям вот Говно похавал В тот момент У меня песок Сквозь пальцы Был в тот момент Вот А потом он нашел БУшный блок питания 750 ватт И кстати Чтобы ты понимал Мой блок питания Из тех времен До сих пор у тебя Чифтековский Да Да Он живой Причем Он работает И до свидос Еще столько же проработает Потому что у него бронзовый сертификат был Ну и есть Соответственно То есть он очень медленно деградирует Еще крутой Вот Он поставил Vista Причем Vista Это была первая Первая винда На которой был По-моему Девятый Директ Икс Если мне память не изменяет Ну там дальше Это будет написано Но тем не менее Вот Короче говоря Собрал он такую штуку И потом подумал Блин 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 Еще это апгрейдить Вот Перед апгрейдом Он естественно Там Снял все радиаторы Там Везде сменил термопасту Апгрейд Это он То же самое Железо апгрейдил Все Извините Я туплю сильно Что-то Просто он С другой стороны Фоточку прикладывал Поэтому не совсем Было понятно Какого хрена Все Он ту же самую Материнку Так сказать Начал Везде сменил Термопасту Поставил Xeon Проц И кстати Чтобы ты понимал Всего за 40 долларов Он купил Шестиядерный себе Xeon 3.33 ГГц Мы когда Я еще в институте учился Я продавал Свою старую материнку На P45 чипсете Тоже Asus P5 Q3 До сих пор помню DDR3 И у меня ее купили Чуваки Недалеко от того места Где ты живешь Помнишь Который в подвале Отец типа сын Да Вот у меня Они ее купили Тоже по объявлению И они ее как раз купили Чтобы туда Xeon поставить То есть они уже тогда Могли такую статью На хабре написать Потому что они как раз Подобным и занимались Им просто прикольно было Может они ее и написали Я кстати их в пятерочке По бреду встречал То есть они живы Здоровы Ты мне рассказывал Да-да-да Я помню Вот В 2К 11 Такой процесс Стоил 1666 долларов Сейчас 40 Как бы в принципе За 8 лет Нормально так снизился Вот И они его взяли Короче говоря Уже думают Что они Что они Давай лирический герой Это они Вот Потом он Ну что из апгрейдов Максимально можно поставить Он поставил такую же Сзадишку Как у нас С тобой 970 Pro А у нас 960 Pro 970 я в макбоксе Поставил Вот Вот Только я Его поставил Потому что у меня нет Двух линий PCI-Express А они поставили Pro Опять же Они Потому что у них Там есть 4 линии PCI-Express И они воткнули Эту Сзадишку Собственно В PCI-Express Разъем То ли вместо Видяхи То ли во вторую Во второй разъем Несмотря на то Что там PCI-Express Шина 2.0 Она не 3.0 Скорости все равно Очень классные То есть там 1600 мегабайт В секунду У нас здесь Чтобы ты понимал На 3.0 10 тысяч мегабайт В секунду скорости Как бы Ну в принципе Почти в 5 раз больше Чуть больше даже Чем в 5 Вот Но суть даже Не только в этом Последовательности Чтения запись Они ограничены Интерфейсом А остальные показатели То есть рандомное Чтение запись Они на самом деле Такие же Как на современном Железе И это очень круто То есть это Практически На фрагментированной Системе Ровно такие результаты Ты будешь видеть Вот Ну он там поставил БУшную 1070 GTX Хотя опять же В PCI-Express 2.0 Ее вставил Поэтому как бы Она все равно Не так круто Работала Но как бы Тем не менее Вот Накатил семерку Из-за SSD Установка происходит Не стандарт Ага Потому что BIOS Такой накопитель Не видит Ну это он там Промежуточные Загрузчики Это уже такие Классические танцы С бубном Вот Но тем не менее Все он Бенчмарками Тестит И в принципе У него очень Неплохо получается На уровне Нынешнего Dell ноутбука На уровне Хотя Хотя в некоторых 3D-марках Там прям Сильно больше Больше Чем в таких Ноутбуках Ну собственно В видео Потому что 1070 Это все-таки Круче Чем там Мобильная Видеокарта Которая На этом Ноутбуке Стоит Короче говоря А дальше Он ее Подразогнал Хотя опять же Он на воздухе Гнал То есть там Не то что он Воду туда поставил Сразу И помпу Всунул И так далее Ни хрена Хотя С помощью разгона Он добился Результатов Достаточно Крутых Еще и по Geekbench 4 Мульти То есть на Мультиядрах У него этот Проц Удел Современный i7 Седьмого Поколения Вот Ну и потом Он запустил Crysis И даже На Минималках У него Достаточно Неплохо Поперло Классические Игры На которых Тестировали Еще 10 лет Вот Как Crysis Запускали Так и запускают Так просто Оригинальный Crysis Он видимо Настолько Говеный Что он Даже Сейчас На моем Компьютере Пишет 40 фпс Со всеми Настройками Выкрученными Максимум На хорошем Типа Компьютере Вот А тут У него 60-70 фпс В gta 5 На этом Компе Получилось Хотя он Достаточно Дешево Его сделал Вот Ну и в итоге Он пытается Понять Вообще Есть ли В этом Смысл Ну вот Именно Собирать Не просто Из современного Железа Но не Топового Или вот Супер топовое Говно Из старья Собрать На самом деле У меня такой Вопрос тоже Стоит То есть Мне надо Алине Компьютер Собрать Какой-то Чтобы у нее Тоже там Офис Что называется И браузер Нормально Работал Вот И как бы Тут Ну реально Встает возможность А вдруг Вот что-то Такое Старое С супер Хорошей С SD Собрать И работать Будет Быстрее Чем Вот Ну Какой-нибудь Условно Бюджетное Железо Современное Вот Ну и тут Он пишет Конечно Что когда ты Бэушное Покупаешь У тебя Есть шанс Что просто Колом Все встанет Сразу же Ну Потому что Это Бэушные Детали Как минимум И ты тут Уже Ничего Не сможешь Сделать А новое Оно у тебя Как минимум Два-три Года Сколько-то Проработает Сто пудово Без каких-либо Там Проблем Вот Поэтому Так Ну допустим Мы исключим То что Есть такой риск А кроме этого Все Ну а кроме этого Понимаешь Вот например Сейчас выходит Допустим Потоковое Так сказать Видео Стримы И там Сейчас везде H1064 кодек Используется Но вскоре Будет переходить На H1065 Вот А его Уже Кодировать Могут только Процы с современными Инструкциями Какими-то Я не помню Там SSE 4 Или как-то там AVX 512 Ну какие-то там Нужны Современные Их нет В старых Процах И у тебя Банально YouTube Не будет нормально Работать Это Что прям Настолько Ну типа Вообще Без поддержки Старого Наверное Там будет Какой-то Фоллбэк На H1064 Я думаю Google Не будет Терять бабки Вот Но Как бы Ну слушай Блин да Наверное Они не будут Так лихо Отказываться Так сказать От старого Не будут Да нет Ну ты раз уже Типа себе позволяешь Скажем так Стоем Баловаться То ты видимо Себе позволяешь И какие-то терпеть Прикольчики Ну В плане Что не 265 А не 264 Не ну Видишь Я опять же Говорю о компьютере Для жены И как бы В моих интересах Чтобы он нормальный Бесперебойно Работал Так сказать И батхертов Никаких не было Ну да Я к тому Что в смысле Что Что все равно Будет работать И об этом Не настолько критичная Тема с кодировкой И так далее Ну вот да Поэтому Наверное Работать будет Но опять же Вот Вопрос того Что кола Может внезапно встать Ну опять же Автор нам пишет И я с ним согласен Что в основном Это как бы Чисто ради хобби Ради гиковства Опять же Пособирать старенькое Типа Вспомнить Молодость Да То есть Тут вопрос Именно в том Надо тебе это Или нет Если ты от этого Получишь удовольствие То тогда да Почему бы и нет Это как бы можно Вот Поэтому Не знаю Типа Ну просто Мне интересно Бо эту тему Разобрать Потому что это всегда прикольно Я люблю про Железо Вот И тут он в итоге Пишет что В настоящее время Мы наблюдаем Золотой век Десктопов С невероятным Ассортиментом Возможностями Хоть нового Железа Хоть немного Был Боюсь Так будет Не всегда Пользуйтесь Пока есть Возможность Ну то есть Он считает Что в какой-то момент Там все уйдет В мобилке А Ну то есть В более какое-то Мобильное жилье Или там Какие-то вообще Проприетарные решения Там Неттопы Которые ты даже Разобрать и апгрейдить Не сможешь Как макбуки нынешние То есть там будет Просто уже запаяно И одно говно И все Вот И типа Уже невозможно Будет вообще Получить такой Экспириенс Потому что Любое железо Которое ты сможешь Купить Чтобы собрать Оно уже реально Будет полное говно На нем не будет Ютуб работать Знаешь как там Опять же Наш любимый с тобой Пример Там старый Оригинальный Айфон взять Или первый Айпод тач И там уже даже Просто Мейл ап Не работает Потому что Там оперативки Не хватает Там А пихи новые Старые И так далее Да Да Вот Поэтому Тут конечно Это такое Ну Как-то так Что-то Ты или молчишь Или я хрен знаю Нет Ты просто чуть-чуть пропал Я поэтому жду Ты там Может быть говорил Не-не-не Я в общем Как-то так И замолчал Да Ну нормально Короче Это была у нас Последняя тема В этом подкасте Нам Сейчас надо с тобой Подвести небольшой итог По патронам Сможем мы такое сделать Или нет Сможем У меня открыто На самом деле Здесь параллельно Поэтому Я был Подготовлен К тому Что ты это скажешь Ну-ка Если б ты не сказал Я бы даже сам Это сказал Вот У нас новый месяц Начался Поэтому Опять у нас Есть двое человек Которые не заплатили У нас практически С тобой тут Даже не то Что мы героев называем Мы походу Называем не героев Антигероев Мы еще и антигероев Наших тоже называем Ну давай попробуем Спасибо всем Чуваки Кто нам Кто нас патронирует Так сказать 20 долларов Долларовые патроны Константин Гончаров Иван Мирзавцев Антон Шувалов И Ярослав Мудрый Вы чуваки крутые Спасибо вам Десятидолларовые патроны Михаил Палмер Графа Балмасов Дмитрий Казарцев Фанара Балгимбаев И Никита Ларк Чьи-то фамилии Я чувствую Вы уже прям Слышите Многократно И я думаю У меня это уже Все складывается В какую-то пословицу Если честно Или поговорку Да Пятидолларовые патроны Титус Антон Потапенко Мэт Майкл Рябакон Александр Евгений Бойцов Иван Сухин Саша Джазов Миша Хохлов Явеб Илья Евсеев Антон Сэм Алекс Яценко Андрей Чиг И Эльмира Халилова У нас еще есть Human Music Который почему-то Еще не расплатился Да Классическая Классическая Лоханине Именно как Чувака Который Не расплатился Кстати Пользуясь случаем Он нам написал На Патреоне И он именно Сообщение Да То есть он написал Вместо коммента Про 200 выпуск Написал именно В личку Вот он пишет Доброго времени суток Уважаемые господа Подкастовожатые А именно Александр и Никита Есть вопрос На который в моей голове Нет ответа И причина ему появиться Не возникает Из-за отсутствия Опыта Или может знания Но звучит он Следующим образом Может ли Достаточно лампом Быть контент Вылизанный До профлюксового Не теряет ли он При этом атмосферность Под профлюксовостью Понимается Совершенно иной Качественный ритм Подачи материала В рамках тайминга Который не отличается От текущего Применительно К вашему проекту И нашему любимому Подкасту Может быть Некоторые элементы Графикации Новые Разные Для каждой темы Отбивки Динамичный монтаж Там где-то уместно Четкая структура В подаче материала Добавить динамики Того самого Лакшери лоска Свойственного продукта Выходящего с индексом 200 и выше Интересно ваше мнение По этому вопросу Немного Эйнштейна В поддержку подкаста Все должно быть Изложено так просто Как только возможно Но не проще И вторая цитата Бессмысленно продолжать Делать то же самое И ждать других результатов На волне с подкастом С 20-х или 30-х выпусков Уже не вспомнить всего Sincere religios Human marketing design music Так Че предлагаешь Сказать на этом Тебе предлагаю Прокомментировать Как ты видишь Вообще это Ну а главное Это вопрос в чем В том что Мы типа Не скатываемся Или что В том что Очевидно Он нам желает Быть более лакшери Но он также боится Что вдруг Если мы будем Более лакшери То у нас пропадет Изюминка какая-то И соответственно Ему уже неинтересно Будет нас так слушать И пропадет Вот это все А ну хорошо Я скажу Я скажу Мы Мы как Тот самый пенис В который кровь нагнетается Вот мы Чуть-чуть нагнетаем Потихонечку И лакшерность И Этот И ламповость То есть это все У нас Потихонечку увеличивается Соответственно И Как бы Наоборот Мы не теряем Мы приобретаем И то и другое Но потихоньку Если что-то Очень быстро сделать Либо лакшерность Очень сильно увеличить Например Взять и вместо подкаста Пойти на шоу Вечерний Ургант То возможно Скорее всего Ламповость потеряется Или если сильно Ламповость увеличить То Возможно Лакшерность потеряется Потому что мы будем Тут хрюкать Пердеть Свистеть И говорить И говорить Нашими локальными Мемами Возможно Вы этого и хотели Но Не все Поэтому Потихоньку Потихоньку Нагнетаем Ты как считаешь? Ну Я согласен Что Какое-то развитие Всегда должно быть Что любая стагнация Хуже любого развития Поэтому Очевидно Мы стараемся Что-то привносить Что-то добавлять Как-то у нас Инициатива От нас обоих Исходит Поэтому Я сомневаюсь Что мы совсем Скатимся В какой-то момент Я искренне надеюсь Что это не произойдет Вот Поэтому Будь уверен Human Music Management Production Limited Pro Что Developer's Cut Да Смешно Что в принципе Все будет норм Что к 200 Мы что-то подготовим Такое достаточно Ламповое Прикольное И достаточно Лакшерное Вот Также у нас есть Патроны Которые No reward Практически Как Я даже не знаю Что у нас Но Как child free Как body positive Вот no reward Это Radic И Roma Fralove Которые выбрали 16,5 долларов Соответственно Но не берут Никаких наград То есть Они просто Нас поддерживают И все Вот В общем Вот так у нас На этой неделе Получилось Спасибо всем Кто слушает И нас смотрит Давай К обойке Чуть-чуть Перейдем И будем Уже прям Сильно Заканчивать Да На обойке Здесь видно Какой-то Такой вот Пляжечек Не очень В смысле Точнее Он это Супер Лакшери Пляжечек Но Он тут Есть чуть-чуть С горами Или с горами Я бы даже сказал И на них Что-то растет Растения Растут Вот Ну и вдалеке Там какой-то Уже Именно Видно Оборудованный Пляж С какими-то Постройками Да И тут Видимо море Прибивает И облака Огромные Я просто Для тех Кто не знает И следы Естественно На песочке Я думаю Что наш Подкаст Это Знаешь Чего Это Скорее Скорее Сего Вон Тот Челик Вот Маленький Такой Возможно Это Даже Не Челик Хотя Скорее Сего Да Вон Тот Чувак Около Воды И Он Понимаешь Вдалеке Знаешь Почему Потому что Две Недели Не было У нас Вот Он Как Вдалеке Такой Стоит Балдеет На морешке Такой Побалдел Побалдел Потом Пойдет По вот Этому Песочку Домой К себе Вдаль туда Чтобы Подкаст записывать Вот такое Чтобы быть Ну слушай Это круто Мне понравилась Твоя интерпретация Моя Совсем Другая Мне Цветовая Гамма И вообще Сюжет Напомнил Фильм На который Мы недавно С тобой ходили Алита Боевой ангел Так А в смысле Там где в городе Да То есть Там в принципе Когда только В самом начале Герой Кристофа Вальца На помойке Роется Вот там примерно Такие же цвета Туда Куда ты свой ноутбук Выкинула Так вот Наш подкаст Это город Залим В который Пускают только Избранных Так сказать В которых Пускают только Тех кто там родился И тех кто Выиграл в моторболе Вот Его как бы Нету в кадре Он сзади От него Фотографируют Так сказать Нихрена Вот Да Но он там Где-то есть И Чуваки Наш подкаст В отличие от Залим Пускают всех Только Подписывайтесь На нас Везде В том числе В Яндекс.Музыке В Спотифай В Айтюнсе Просто В Гугл Подкастах Даже есть В ВК Уже Под забором Только нет Нашего подкаста Хотя и там Он вскоре Тоже будет Не ну Как только Спотифай Вообще Суть в том Что Я думал Что в Залим Пускают тех Кто на Patreon.com Слыш И в дизайн Заносит Ну Это да Это согласен Туда Это во дворец В наш пускают В Залим А так В принципе Всех Приобщиться Пускают Вот Хочется таким Эпилогом Сказать Два новых Отзыва В Айтюнсе Которые появились За две недели Первый Давай там сейчас Вы лохи Козлы Ненавижу вас Почти да Первый отзыв Три из пяти Заголовок Слишком вялая Слишком вялая Погнали И расшифровка Ребята Постарайтесь Похаризматичнее Больше динамики В голосе Такие интересные темы Так скучно обсуждать Погнали Конкурс Это Шиломан Нам пишет Практически Маринан Шиломан Шиломан Это какой-то Знаешь Шарит сайт Как Зайцев нет Вот примерно Так же Шариман Шиломан Да И второй Пять из пяти Заголовок Слушаю вас Даже через Сири И собственно Расшифровка Спасибо за инфу Забавно Слушать У меня сломался Дисплей На моем Айфон Но через Сири Я все равно Слушал вас Просто знайте Что кто-то говорил Идя по улице В наушниках Своей Сири Включи подкаст Суровый веб И продолжал вас Слушать Как и раньше Кстати Через Сири Без дисплея Можно пользоваться Телефоном Полноценно Звонить Писать Читать Смс Вставить Будильники Таймеры Включать Музыку Да даже Слушать Ваш подкаст Спасибо вам Спасибо Тим Кук Большое За комментарий Вы хорошо Пропирали функцию Своего Голосового Помощника Да В общем Спасибо всем Кто нас слушает Прямо выразить Респект Таким Чувакам И читать На что же Можно Да Классно Классно Вот Да Всем спасибо Увидимся Я надеюсь Через неделю Я думаю Больше ничего Так сказать Нам Не помешает Опять Так сказать В струю Войти И начать Как-то вас Орошать Нашими Выпусками Вот Подписывайтесь Везде Где я уже сказал Читайте Описание Там все есть Увидимся В следующий раз С вами были Тихий И Псенский Да Фак Псенский Псенский